Уважаемые коллеги, дамы и господа, дорогие друзья, я рад приветствовать всех вас на 11-й конференции дискуссионного клуба «Валдай». Здесь уже было сказано, что в этом году у клуба появились новые соорганизаторы, среди них и российские неправительственные экспертные структуры, ведущие университеты. Кроме того, была высказана идея добавить к обсуждению российской проблематики, собственно, российской проблематики и вопроса глобальной политики и экономики. Я рассчитываю, что эти организационные и содержательные изменения будут укреплять позиции клуба как одной из авторитетных дискуссионных и экспертных площадок. При этом очень рассчитываю на то, что так называемый дух «Валдая» удастся сохранить, а это свобода, открытость, возможность высказывать самые разные и при этом всегда откровенные мнения. И в этой связи хотел бы сказать, что я вас тоже не разочарую, буду говорить прямо, откровенно. Конечно, некоторые вещи, может быть, покажутся избыточно жёсткими, но если не говорить прямо и не говорить честно о том, что мы реально и по-настоящему думаем, то тогда в таком формате нет смысла собираться. Тогда нужно собираться на какие-то дипломатические раунды, где никто ничего толком не говорит. И, вспоминая слова известного дипломата, можно только указать на то, что язык дан дипломатам для того, чтобы не говорить правду. Вот здесь мы собираемся для других целей, мы собираемся, чтобы поговорить откровенно. Прямота и жёсткость оценок нужны сегодня вовсе не для того, чтобы заниматься взаимной пикировкой, а чтобы попытаться разобраться, что же на самом деле происходит в мире, почему он становится всё менее безопасным и менее предсказуемым, почему повсеместно возрастают риски. Тема сегодняшней встречи или вот этих дискуссий, которые здесь проходили уже названо, «Новые правила игры или игра без правил», и, на мой взгляд, эта тема, эта формулировка очень точно описывает ту историческую развилку, на которой мы находимся, выбор, который придётся сделать всем нам. Тезис о том, что современный мир стремительно меняется, конечно, не нов, и я знаю, что вы об этом много раз в ходе дискуссии говорили. Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной политике, экономике, общественной жизни в сфере промышленных, информационных, социальных технологий. Я сразу прошу меня простить, если я буду повторяться за некоторыми участниками дискуссии. Но этого невозможно избежать. Вы всё-таки говорили подробно, но я буду излагать свою точку зрения. В чём-то она будет совпадать с участниками дискуссии, в чём-то будет расходиться. Не будем забывать при этом, анализируя сегодняшнее состояние и уроки истории. Во-первых, смена мирового порядка, явление именно такого масштаба мы наблюдаем сегодня, как правило, сопровождалась, если не глобальной войной, не глобальными столкновениями, то цепочкой интенсивных конфликтов локального характера. И, во-вторых, мировая политика – это прежде всего экономическое лидерство, это вопросы войны и мира, гуманитарной сферы, включая права человека. В мире накопилось множество противоречий. И нужно откровенно друг друга спросить, есть ли у нас надёжная страховочная сетка. К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система глобальной и региональной безопасности способна уберечь нас от потрясений – нет. Эта система серьёзно ослаблена, раздроблена и деформирована. Непростое время переживают международные и региональные институты политического, экономического и культурного взаимодействия. Да, многие механизмы обеспечения миропорядка сложились достаточно давно, в том числе по итогам Второй мировой войны, ну, наверное, и прежде всего по итогам Второй мировой войны. Прочность этой системы основывалась не только на балансе сил, между прочим, хочу это тоже подчеркнуть, и не только на праве победителей, но и на том, что её отцы-основатели этой системы безопасности относились с уважением друг к другу, не пытались отжать всё, а пытались договариваться. Главное, что эта система развивалась, и при всех её изъянах помогала, если не решать, то хотя бы удерживать в рамках существующие мировые проблемы регулировать остроту естественной конкуренции государств. Убеждён, этот механизм сдержек и противовесов, который в предыдущие десятилетия трудно складывался, порой мучительно выстраивался, нельзя было ломать. Во всяком случае, нельзя было ничего ломать, не создавая ничего взамен. Иначе действительно не осталось бы других инструментов, кроме грубой силы. Но можно было провести разумную реконструкцию, адаптировать к новым реалиям системы международных отношений. Однако Соединённые Штаты, объявившие себя победителями в холодной войне, самоуверенно, считаю, подумали, что в этом просто нет нужды. И вместо установления нового баланса сил, который является необходимым условием порядка и стабильности, напротив, были предприняты шаги, которые привели к резкому усугублению дисбаланса. Холодная война закончилась, но она не завершилась заключением мира, понятными и прозрачными договорённостями о соблюдении имеющихся или о создании новых правил и стандартов. Создалось впечатление, что так называемые «победители» в кавычках в холодной войне решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы. И если сложившаяся система международных отношений, международного права, система сдержек и противовесов мешала достижению этой цели, то её тут же объявляли никчёмной, устаревшей и подлежащей немедленному сносу. Так ведут себя, извините, новориши, на которых вдруг свалилось огромное богатство, в данном случае в виде мирового господства, мирового лидерства. И вместо того, чтобы им этим богатством грамотно, аккуратно распорядиться, в том числе и в свою, разумеется, пользу, считаю, что наломали много дров, как у нас говорят. Начался период разночтений и умолчаний в мировой политике. Под давлением правового нигилизма шаг за шагом сдавало свои позиции международное право. Объективность и справедливость приносились в сжертву политической целесообразности. Юридические нормы подменялись произвольным толкованием и пристрастным оценкам. При этом тотальный контроль над глобальными средствами массовой информации позволял при желании белое выдавать за чёрное, а чёрное – за белое. В условиях доминирования одной страны и её союзников, или, по-другому сказать, сателлитов, поиск глобальных решений зачастую превращался в стремление навязать в качестве универсальных собственные рецепты. Амбиции этой группы возросли настолько, что вырабатываемые в её кулуарах подходы стали преподноситься как мнение всего мирового сообщества. Но это не так. Само понятие «национальный суверенитет» для большинства государств стало относительно величиной. По сути, была предложена формула, чем сильнее лояльность единственному центру влияния в мире, тем выше легитимность того или иного правящего режима. У нас потом с вами пройдёт, конечно, свободная дискуссия, я с удовольствием на вопросы поотвечаю и позволю себе воспользоваться правом и вам позадавать эти вопросы. Но в ходе этой дискуссии попробуйте кто-нибудь опровергнуть тезис, который только что был мною сформулирован. Меры воздействия на непокорных хорошо известны и многократно опробованы. Силовые акции, экономическое и пропагандистское давление, вмешательство во внутренние дела, апелляции к некой надправовой легитимности, когда надо оправдать неправовое урегулирование тех или иных конфликтов, устранение неугодных режимов. В последнее время появились свидетельства, что в отношении ряда лидеров используется и откровенный шантаж. Недаром так называемый «большой брат» тратит миллиарды долларов на слежку по всему миру, в том числе и за своими ближайшими союзниками. Давайте зададимся вопросом, насколько всем нам комфортно, безопасно, приятно жить в таком мире, насколько он справедлив и рационален. Может быть, у нас нет веских оснований волноваться, спорить, задавать неудобные вопросы. Может быть, исключительность Соединённых Штатов, то, как они реализуют своё лидерство, это действительно благо для всех, а их повсеместное вмешательство во все дела в мире несёт покой, благополучие, прогресс, процветание, демократию, и нужно просто всем, как у нас говорят, расслабиться и получить удовольствие. Позволю себе сказать, что это не так, это абсолютно не так. Односторонний диктат и навязывание своих собственных шаблонов приносит прямо противоположный результат. Вместо урегулирования конфликтов – эскалация. Вместо суверенных, устойчивых государств – растущее пространство хаоса. Вместо демократии – поддержка весьма сомнительной публики от откровенных неонацистов до исламистских радикалов. А почему их поддерживают? Потому что используют на каком-то этапе как инструмент для достижения своих целей. Потом обжигаются и назад. Я не устаю удивляться тому, как наши партнёры раз за разом, как у нас в России говорят, наступают на одни и те же грабли, то есть совершают одни и те же ошибки. В своё время они спонсировали исламские экстремистские движения для борьбы с Советским Союзом, которые прошли заколку в Афганистане. Из них выросли и Талибан, и Аль-Каида. Запад, если не поддерживал, то закрывал глаза, а я бы сказал, и поддерживал на самом деле, информационно, политически, финансово, вторжение международных террористов в Россию. Мы этого не забыли. И страны Центрально-Азиатского региона. Лишь после того, как страшные теракты были совершены на территории самих Соединённых Штатов, пришло понимание общей угрозы терроризма. Напомню, мы тогда первыми поддержали народ Соединённых Штатов Америки, отреагировали как друзья и партнёры на эту страшную трагедию 11 сентября. В ходе бесед с лидерами США, Европа постоянно говорил о необходимости совместной борьбы с терроризмом, как вызовом мирового масштаба. И с этим вызовом невозможно мириться, и невозможно его оккупировать, использовать двойные стандарты. С нами соглашались, но прошло немного времени, и всё опять вернулось на круги свои. Последовало вмешательство и в Ираке, и в Ливии. Эта сторона, кстати, была поставлена на грань развала. Причём была поставлена? А сейчас поставлена на грань развала. Стала полигоном для террористов. Лишь воля и мудрость нынешнего руководства Египта позволила избежать хаоса и разгула экстремистов в этой ключевой арабской стране. Все, как в былые времена, Соединённые Штаты и их союзники впрямую начали финансировать и снабжать оружием боевиков, потворствовать пополнению их рядов наёмниками из разных стран. Позвольте спросить, откуда у боевиков деньги, оружие, военные специалисты, откуда это всё берётся? Как получилось, что этот ЕГИФ, так называемый, пресловутый, превратился в мощную, фактически армейскую группировку? Что касается финансовой подпитки, то сегодня это не только доходы от наркотиков, производство которых, кстати говоря, за период пребывания международных сил в Афганистане увеличилось не в какие-то проценты, а в разы, и вы все об этом знаете. Но подпитка финансовая идёт и от продажи нефти. Её добыча развернута на территориях подконтрольных террористов. Они её продают по бросовым ценам, добывают, транспортируют. Ведь кто-то её покупает, эту нефть, перепродаёт, зарабатывает на этом, не задумываясь, что тем самым финансируют террористов, которые рано или поздно могут прийти и на их территорию, придут сеять смерть в их страны. Откуда поступают новые рекруты? В том же Ираке в результате свержения Саддама Хусейна были разрушены государственные институты, включая армию. Мы тогда ещё и говорили, будьте аккуратными, осторожными. Куда вы выгнали этих людей? На улицу. Что они будут делать? Не забывайте, что справедливо было или несправедливо, но они были в руководстве достаточно большой региональной страны. Во что их превращаете? Что получилось? Десятки тысяч солдат и офицеров, бывших активистов партии БАС, выброшенных на улицу, сегодня пополнили отряды боевиков. Может быть, здесь кроется, кстати говоря, и дееспособность ИГИЛ. Они действуют реально, очень эффективно, с военной точки зрения. Профессиональные люди, реально. Россия неоднократно предостерегала об опасности односторонних силовых акций, вмешательства в дела суверенных государств, заигрывания с экстремистами и радикалами. Настаивала на внесении группировок воюющих против центрального сирийского правительства, прежде всего ИГИЛ, в списки террористических организаций. Ну и что, результат какой? Бесполезный. Порой складывается впечатление, что наши коллеги и друзья постоянно борются с результатами своей собственной политики, бросают свое мощное устроение рисков, которые сами создают, платят за это все возрастающую и возрастающую цену. Уважаемые коллеги, момент однополярности убедительно продемонстрировал, что наращивание, доминирование одного центра силы не приводит к росту управляемости глобальными процессами. Напротив, подобная неустойчивая конструкция доказала свою неспособность эффективно бороться с такими подлинными угрозами, как региональные конфликты, терроризм, наркотрафик, религиозный фанатизм, шовинизм и неонацизм. В то же время она открыла широкую дорогу для проявления национального тщеславия, манипулирования общественным мнением, грубого подавления воли слабого, воли сильного. По своей сути, однополярный мир – это апология, апологетика диктатуры и над людьми, и над странами. Кстати, однополярный мир оказался некомфортным, неподъёмным и сложно управляемым для самого так называемого самоназначенного лидера. И вот сейчас только об этом тоже было сказано вслух, с этим я полностью согласен. Отсюда сегодняшние попытки уже на новом историческом этапе воссоздать некоторое подобие квазидвуполярного мира, квазидвуполярной системы, как удобную модель воспроизводства, в данном случае, американского лидерства. И неважно, кто в американской пропаганде займёт место центра зла, место СССР, как главного оппонента. Это Иран, как страна, стремящаяся к ядерным технологиям, Китай, как первая экономика мира, или Россия, как ядерная сверхдержава. Сейчас мы вновь видим попытки раздробить мир, провести разделительные линии, сколотить коалиции по принципу не за, а против кого-то не было, вновь сформировать образ врага, как это было в годы Холодной войны, и получить право на вот такое лидерство, а если хотите, право на диктат. Ведь как трактовалась ситуация в эпоху Холодной войны, мы же все понимаем и знаем. Союзникам Штатов всегда говорили, у нас есть общий враг, он страшен, это центр зла. Да, мы вас, своих союзников, защищаем от него, и значит, у нас есть право вами командовать, заставлять жертвовать своими политическими и экономическими интересами, нести расходы на коллективную оборону. Но руководить этой обороной будем, конечно, мы. Словом, сегодня очевидно стремление уже в новом, изменившемся мире реализовать привычные схемы глобального управления. И всё в расчёте на то, чтобы обеспечить свою исключительность и получить политические и экономические дивиденды. Вместе с тем, такие попытки не только всё более расходятся с реальностью, вступают в противоречие с многообразием мира. Подобные шаги неизбежно будут порождать противодействие, ответную реакцию и также принесут ровно обратный эффект. Мы же видим, что происходит, когда политика промечиво смешивается с экономикой. А логика целесообразности уступает место логике противостояния, даже если она вредит собственным экономическим позициям и интересам, в том числе интересам национальных бизнесов. Совместные экономические проекты и взаимные инвестиции объективно сближают страны, помогают амортизировать текущие проблемы в межгосударственных отношениях. Однако сегодня глобальное деловое сообщество подвергается беспрецедентному нажиму западных правительств. Какой бизнес, какая экономическая целесообразность, прагматизм могут быть, когда брошен лозунг? Отечество в опасности, свободный мир в опасности, демократия в опасности. Нужно мобилизоваться. Вот это и есть мобилизационная политика. Санкции уже подрывают основы мировой торговли и правила ВТО. Принципы незыблемости частной собственности расшатывают либеральную модель глобализации, основанную на рынке, свободе и конкуренции. Модель главными бенефициарами которой, замечу, как раз и являются страны Запада. Теперь они рискуют потерять доверие, как лидеры глобализации. Спрашивается, зачем это нужно делать? Ведь благополучие тех же Соединённых Штатов в огромной степени зависит от доверия инвесторов, зарубежных держателей доллара и американских ценных бумаг. Доверие явно подрывается. Признаки разочарования в плодах глобализации присутствуют сейчас во многих странах. Пресловутый кипрский прецедент и политически мотивированные санкции лишь усилили тенденции к экономической и финансовой суверенизации. Стремление государств или их региональных объединений тем или иным способом застраховаться от рисков внешнего давления. Так уже сейчас всё большее число государств предпринимает попытки уйти от долларовой зависимости, создать альтернативные финансовые, расчётные системы, резервные валюты. На мой взгляд, наши американские друзья просто подрывают, режут сук, на котором сами сидят. Нельзя смешивать политику и экономику, но именно это и происходит. Я считал и считаю, что политически мотивированные санкции были ошибкой, которая наносит ущерб всем. Уверен, мы ещё об этом поговорим. Мы понимаем, как и под чим давлением принимались эти решения. При этом Россия не будет, хочу обратить ваше внимание на это, не будет вставать в позу, обижаться на кого-либо, кого-либо о чём-либо просить. В России самодостаточная сторона. Мы будем работать в тех внешнеэкономических условиях, которые сложились, развивать своё производство и технологии, действовать более решительно в проведении преобразований. А внешнее давление, как это было не раз, только консолидирует наше общество, не даёт расслабиться, я бы сказал, заставляет концентрироваться на основных направлениях развития. Санкции, конечно, нам мешают. Этими санкциями нам пытаются навредить, блокировать наше развитие, подтолкнуть к самоизоляции в политике, экономике, в культуре, ну, то есть к отсталости подтолкнуть. Но мир, хочу это подчеркнуть, я уже об этом сказал и повторюсь, мир кардинально изменился. Мы не намерены от него закрываться и выбирать какой-то путь закрытого развития, путь авторкии. И всегда готовы к диалогу, в том числе и по нормализации экономических отношений, ибо и политических тоже. Рассчитываем здесь на прагматичный подход и позиции бизнес-кругов ведущих стран мира. Сегодня звучат утверждения, что Россия якобы отворачивается от Европы. Наверное, и в ходе дискуссий это звучало. Ищет других деловых партнёров, прежде всего, в Азии. Хочу сказать, что это абсолютно не так. Наша активная политика в Азиатско-Тихоокеанском регионе началась отнюдь не сегодня и не в связи с санкциями, а уже более чем несколько лет назад. И исходили, так же, как и многие другие страны, в том числе западные страны, исходили из того, что Восток занимает всё более значимое место в мире и в экономике, и в политике. Этого не учитывать просто нельзя. Ещё раз хочу подчеркнуть. Все это делают, все это делают, но и мы будем делать. Тем более у нас значительная часть территории находится в Азии. Чего же нам не пользоваться своими преимуществами подобного рода? Это просто было бы недальновидно. Наращивание экономических связей с этими государствами, совместные интеграционные проекты – это серьёзный стимул для нашего внутреннего развития. Сегодняшние демографические, экономические, культурные тенденции говорят о том, что зависимость от одной суперржава, конечно, будет объективно снижаться. Да, это, собственно говоря, и европейские, и американские эксперты говорят и пишут об этом. Возможно, в мировой политике нас ждут те же явления, что и в глобальной экономике. А это интенсивная конкуренция в тех или иных конкретных нишах, частая смена лидеров по конкретным направлениям. Это всё возможно. Несомненно, что в глобальном соревновании вырастет роль гуманитарных факторов – образования, науки, здравоохранения, культуры. Это, в свою очередь, существенно повлияет на международные отношения. В том числе потому, что ресурс так называемой «мягкой силы» будет в большей степени зависеть от реальных достижений в формировании человеческого капитала, нежели чем от изощрённости пропагандистских приёмов. Вместе с тем, формирование так называемого полицентричного мира, тоже хотел бы обратить на это внимание, уважаемые коллеги, само по себе не укрепляет стабильности. Скорее, даже напротив, задача достижения глобального равновесия превращается в достаточно сложную головоломку в уравнение со многими неизвестными. Что же нас ждёт, если мы предпочтём жить не по правилам, пусть строгим и неудобным, а вовсе без правил? А именно такой сценарий вполне реален. Исключить его нельзя, учитывая накал обстановки в мире. Ряд прогнозов, наблюдая сегодняшнюю тенденцию, уже можно сделать. И, к сожалению, они не оптимистичны. Если мы не создадим внятную систему взаимных обязательств и договорённостей, не выстроим механизмы разрешения кризисных ситуаций, признаки мировой анархии неизбежно будут нарастать. Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов, если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав. При этом фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств. Особенно, когда речь идёт о странах, расположенных на стыке геополитических интересов крупных государств или на границе культурно-исторических, экономических, цивилизационных материков. Украина, о которой наверняка тоже много говорили, поговорим ещё. Один из примеров такого рода конфликтов, имеющих воздействие на общемировой рост, но вкусил. И, думаю, он далеко не последний. Отсюда следующая реальная перспектива разрушения действующей системы договоров об ограничениях и контроле над вооружениями. И начало этому опасному, безусловно, процессу положили именно Соединённые Штаты Америки, когда в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, а затем приступили и сегодня активно осуществляют создание своей глобальной системы противоракетной обороны. Уважаемые коллеги и друзья, обращаю ваше внимание, не мы это начали. Мы вновь скатываемся к тем временам, когда не баланс интересов и взаимных гарантий, а страх, баланс взаимоуничтожения удерживает страну от прямого столкновения. За неимением правовых и политических инструментов оружие возвращается в центр глобальной повестки. Оно применяется где угодно и как угодно, без всяких санкций Совбеза ООН. А если Совбез отказывается штамповать подобные решения, то он сразу объявляется устаревшим и неэффективным инструментом. Многие государства не видят других гарантий обеспечения суверенитета, кроме как обзавестись своей собственной бомбой. Это крайне опасно. Мы настаиваем на продолжении переговоров. Мы не просто за переговоры, мы настаиваем на продолжении переговоров по сокращению ядерных арсеналов. Чем меньше ядерного оружия в мире, тем лучше. И готовы к самому серьёзному предметному разговору по вопросам ядерного разоружения. Но именно к серьёзному, как говорится, без двойных стандартов. Что я имею в виду? Сегодня многие виды высокоточного оружия по своим возможностям уже приблизились к оружию массового поражения. И в случае отказа, полного отказа от ядерного потенциала или критического снижения его объёмов, страны, обладающие лидерством в создании и производстве высокоточных систем, получат явные военные преимущества. Будет сломан стратегический паритет, а это чревато дестабилизацией. Возникает соблазн использования так называемого первого глобального обезоруживающего удара. Словом, риски не снижают, а возрастают. Следующая очевидная угроза – это дальнейшее разрастание конфликтов на этнической, религиозной, социальной почве. Такие конфликты опасны не только сами по себе. Они формируют вокруг себя зоны безвластия, беззакония и хаоса, где уютно чувствуют себя и террористы, и просто рядовые преступники. Пиратство процветает, торговля людьми, наркобизнес. Кстати, наши коллеги в своё время пытались как-то управлять этими процессами, использовать региональные конфликты, конструировать цветные революции в своих интересах. Но джин вырвался из бутылки. Что с ним делать, похоже, не понимают и сами авторы теории управляемого хаоса. В их рядах – разброд и шатание. Мы внимательно смотрим за дискуссиями и в правящих элитах, и в экспертном сообществе. Достаточно посмотреть заголовки западной прессы за последний год одних и тех же людей, то называют борцами за демократию, затем исламистами. Сначала пишут о революциях, потом о погромах и переворотах. Результат очевиден. Дальнейшее разрастание глобального хаоса. Уважаемые коллеги, в такой ситуации в мире пора бы начать договариваться по принципиальным вещам. Это чрезвычайно важно и необходимо. Это гораздо лучше, чем расходиться по разным углам. Тем более, что все мы сталкиваемся с общими проблемами, находимся, что называется, в одной лодке. И логичный путь – это кооперация стран, обществ и поиск коллективных ответов на множащиеся вызовы, совместное управление рисками. Правда, некоторые наши партнёры почему-то вспоминают об этом исключительно только тогда, когда это отвечает их интересам. Практический опыт доказывает, что совместные ответы на вызовы, во-первых, далеко не всегда панацея, конечно, нужно это признать, а во-вторых, в большинстве случаев они труднодостижимы. Слишком непросто преодолеть различия национальных интересов, субъективность подходов, особенно когда речь идёт о странах с разной культурно-исторической традицией. И всё же у нас есть примеры, когда, руководствуясь общими целями, действуя на базе единых критериев, мы совместно добиваемся реальных успехов. Напомню и о решении проблемы сирийского химического оружия, и о содержательном диалоге по иранской ядерной программе. Да, и наша работа на северокорейском треке тоже имеет некоторые позитивные результаты. Почему бы не использовать весь этот опыт и в дальнейшем, как при решении локальных, так и глобальных проблем? Какой может быть правовая, политическая, экономическая основа нового миропорядка, которая обеспечила бы стабильность и безопасность, и при этом поощряла бы здоровую конкуренцию, не допускала формирования новых монополий, блокирующих развитие? Вряд ли кто-то может дать сейчас абсолютно исчерпывающие, готовые рецепты. Здесь потребуется длительная работа при участии широкого круга государств, мирового бизнеса, гражданского общества, экспертных площадок, таких как наша. Однако очевидно, что успех – реальный результат возможен лишь в том случае, если ключевые участники международной жизни смогут договориться о согласовании базовых интересов, о разумном самоограничении. Покажу пример позитивного, ответственного лидерства. Надо чётко определить, где пределы односторонних действий и где возникает потребность в многосторонних механизмах. В рамках совершенствования международного права разрешить дилемму между действиями международного сообщества по обеспечению безопасности и прав человека и принципам национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела государства. Как раз такие коллизии всё чаще ведут к произвольному иностранному вмешательству, сложные внутренние процессы. Раз за разом провоцируют опасные противоречия ведущих мировых игроков. Вопрос о содержании суверенитета становится едва ли не главным для сохранения и упрощения мировой стабильности. Понятно, что дискуссия о критериях использования силы извне крайне сложна. Её практически невозможно отделить от интересов тех или иных стран. Однако гораздо опаснее отсутствие понятных всем договорённостей, чётких условий, при которых вмешательство является необходимым и законным. Добавлю, что международные отношения должны строиться на международном праве, в основе которого должны быть и моральные принципы, такие как справедливость, равноправие, правда. И, пожалуй, главное – это уважение к партнёру и его интересам. Очевидная формула, но простое следование ей способно в корне изменить ситуацию в мире. Убеждён, при наличии воли мы можем восстановить эффективность системы международных и региональных институтов. И тут даже не надо что-либо строить полностью, с нуля. Это не гринфилд. Тем более, что созданные после Второй мировой войны институты достаточно универсальны, и они могут быть наполнены более современным содержанием, адекватным текущей ситуацией. Это касается и совершенствования работы ООН, центральная роль которой незаменима, и ОБСЕ, которая за 40 лет зарекомендовала себя обостребованным механизмом обеспечения безопасности и сотрудничества в Евроатлантике. Надо сказать, что и сейчас при урегулировании кризиса на Юго-Востоке Украины ОБСЕ играет весьма позитивную роль. На фоне фундаментальных перемен в международной среде, нарастания неуправляемости и самих самых разнообразных угроз, нам необходим новый глобальный консенсус ответственных сил. Речь не может идти ни о каких-то локальных сделках, ни о разделе сферы влияния в духе классической дипломатии, ни о чём-то полном доминировании. Думаю, что требуется новое издание взаимозависимости. Её не нужно бояться, наоборот, это хороший инструмент согласования позиций. Это тем более актуально, учитывая укрепление и рост отдельных регионов планеты, что формирует объективный запрос на институциональное оформление таких полюсов, на создание мощных региональных организаций и выработку правил их взаимодействия. Кооперация этих центров серьёзно добавила бы устойчивости мировой безопасности политики и экономики. Но чтобы наладить такой диалог, надо исходить из того, что все региональные центры, формирующиеся вокруг них интеграционные проекты, имели бы одинаковое право на развитие, чтобы они дополняли друг друга, и чтобы никто их искусственно между собой не сталкивал, не противопоставил. В результате такой деструктивной линии разрушались бы связи между государствами, да и сами государства подвергались бы тяжёлым испытаниям вплоть до полного их разрушения. Хотел бы напомнить о событиях прошлого года. Тогда мы говорили нашим партнёрам и американским, и европейским партнёрам, что поспешные, закулисные решения, допустим, по ассоциации Украины и ЕС чреваты серьёзными рисками. И прежде всего мы даже о политике ничего не говорили. Мы говорили только об экономике, серьёзными рисками в экономике, что подобные явочные шаги затрагивают интересы многих третьих стран, в том числе России, как основного торгового партнёра Украины. Что необходимо широкое обсуждение вопросов. Кстати, напомню в этой связи, что переговоры о вступлении России, например, в ИТО, велись 19 лет. Это была очень тяжёлая работа, и был достигнут определённый консенсус. Почему я об этом говорю? Потому что при реализации проекта ассоциации с Украиной к нам как бы через задние ворота наши партнёры со своими товарами и услугами заходят, а мы об этом не договаривались. Нас никто об этом не спрашивал. Мы вели дискуссию по всем темам, связанным с ассоциацией Украины с ЕС, настойчиво, но, хочу это подчеркнуть, абсолютно цивилизованно, проявляя очевидные доводы и аргументы, указывали на возможные проблемы. Нас никто не хотел слушать и разговаривать никто не хотел. Нам просто сказали, что это не ваше дело. Вот и всё. Вот и вся дискуссия. Вместо сложного, но, подчеркну, цивилизованного диалога, дело довели до государственного переворота. Ввергли страну в хаос, в развал экономики и социальной сферы, в гражданскую войну с огромными жертвами. Зачем? Вот я спрашиваю когда коллег, зачем? Ответа нет вообще. Никто ничего не отвечает. Вот так всё, разводят руководители. Так получилось. Не надо было бы поощрять таких действий, не получилось бы. Ведь я уже говорил об этом, прежний президент Украины Янукович всё подписал, совсем согласился. Зачем это надо было делать? Смысл какой? Это что, цивилизованный способ решения вопроса? Видимо, те, кто без конца ляпывает всё новые и новые цветные революции, считают себя гениальными художниками и никак остановиться не могут. Убеждён, что работа интеграционных объединений, взаимодействие региональных структур, должна строиться на прозрачной, понятной основе. Хорошим примером такой открытости служит процесс формирования Евразийского экономического союза. Государства-участники этого проекта заранее информировали своих партнёров о планах, о параметрах нашего объединения, о принципах его работы, которые согласуются полностью с нормами Всемирной торговой организации. Добавлю, что мы также приветствовали бы начало предметного диалога по линии Евразийский и Европейский союз. Кстати говоря, в этом нам тоже до сих пор практически постоянно отказывали. Тоже непонятно почему. Что-то здесь такого страшного. И, разумеется, при вот такой совместной работе мы считали бы, что нужно вести дело, а я об этом много раз говорил и слышал согласие многих наших западных партнёров, европейских во всяком случае, необходимости формирования единого пространства экономического и гуманитарного сотрудничества, простирающегося от Атлантики до Тихого океана. Уважаемые коллеги, Россия свой выбор сделала. Наши приоритеты – дальнейшее совершенствование институтов демократии и открытой экономики, ускоренное внутреннее развитие с учётом всех позитивных современных тенденций в мире и консолидации общества на основе традиционных ценностей патриотизма. У нас интеграционная, позитивная, мирная повестка дня. Мы активно работаем с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской организацией сотрудничества, БРИКС с другими партнёрами. Эта повестка направлена на развитие связей между государствами, а не на разъединение. Мы не собираемся сколачивать какие-либо блоки, втягиваться в обмен ударами. Не имеют под собой основания и утверждения, что Россия пытается восстановить какую-то свою империю, покушается на суверенитет своих соседей. Россия не требует себе какого-либо особого, исключительного места в мире. Я хочу это подчеркнуть. Уважая интересы других, мы просто хотим, чтобы и наши интересы учитывали, и нашу позицию уважали. Хорошо понимаем, что мир вступил в эпоху перемен и глубоких трансформаций, когда всем нам нужна особенно высокая степень осторожности, способность избегать необдуманных шагов. За годы после Холодной войны участники мировой политики несколько утратили эти качества. Теперь нужно вспомнить о них. В противном случае надежды на мирное, стабильное развитие окажутся опасной иллюзией, а сегодняшние потрясения – преддверием краха мирового порядка. Да, конечно, я уже сказал об этом, строительство более устойчивой системы миропорядка – сложная задача. Речь идёт о долгой и по характеру трудной работе. Мы смогли выработать правила взаимодействия после Второй мировой войны, смогли договориться в 70-е годы в Хельсинки. Наша общая обязанность – решить эту фундаментальную задачу и на новом этапе развития. Большое спасибо вам за внимание. Благодарю, президент Владимир Путин. Мы сейчас заслушаем Доминика де Вильпена, который также хочет выступить с речью. Господин президент, господин канцлер, дорогие друзья, Во-первых, позвольте мне отдать дань нашему общему другу Кристофу де Маржери, человеку, который на протяжении всей своей карьеры был привержен дружественных и твёрдых отношений между Французой и Россией. Благодарю. Новые правила или игра без правил? Наш мир становится миром разрывающимся, потому что нарушаются правила. И игра без правил лучше, чем спорт или игра без правил. Я сейчас, конечно же, выступаю перед чемпионом по дзюдо. И, конечно же, сейчас вещи становятся более предсказуемыми, более стабильными, более безопасными. Правила необходимы в международных отношениях. И всё больше правила развиваются за последние века, так и проходило. Сейчас они являются нашим писанным правилом, они закреплены в уставе ООН, в заключительном акте Хельсинки. Но правила также должны толковаться. И это проблема сегодняшнего дня, потому что каждая нация толкует их в свете своего видения. Нет какого-то общего толкования. И вот что произошло в Косово, когда случилось вмешательство Запада, основанное на самоопределении. То же самое произошло в Ливии во имя ответственности по защите, которая была использована для смены режима. То же самое произошло в Крыму во имя самоопределения. И в конце концов нет согласия, как и кто должен обеспечивать исполнение. Это очень печальный опыт односторонней операции в Ираке в 2003 году. Это урок международных координационных сил в Сирии, а также в Ираке в этом году. Почему эти правила больше не работают? Существует одна причина, одна главная причина – это чувство унижения и двойные стандарты. Это результат двухвекового доминирования Запада, который отступает поднадьскому экономическому роста и уступает место многополярности. Это результат 20 лет односторонности, которые, с другой стороны, создали новые впечатления, новые разочарования маргинализации Ближнего Востока, так же, как и здесь, в России. И это чувство унижения является результатом того, что мир и глобализации очень хрупкие государства были наслаблены. И в самих нациях было чувствовалось ослабление, появились сомнения в самих нациях. Это создало спираль недоверия. И как только спираль недоверия перешла в спираль силы и насилия, в этом контексте многие считали, что сила может быть легким путем для разрешения проблем. Но таковым она не является. Она лишь ослабляет общие правила еще более до наступления переломного момента. Каковы являются риски сегодня? Мы столкнулись и находимся перед тремя главными вызовами. И все они являются транснациональными. Они все становятся глобальными вызовами. Во-первых, это распространение варварского терроризма на Ближнем Востоке. Терроризм растет посредством разочарования и боязни людей на Ближнем Востоке, особенно суннитов и шиитов, которые принуждают каждого вступать на путь радикализации. Но терроризм также растет в самих государствах, нациях задним числом, потому что они считают, что старые конфликты в новом климате могут быть разрешены. Это касается Риада, Тибирана или Анкары. И, в конце концов, террористы растут, когда к ним обращаются при помощи силы, потому что это создает еще более серьезных ситуаций. Позвольте мне также сказать, что эта война не может быть выиграна военным путем, как мы это видели, лишь военным путем, как мы это видели в Афганистане, в Ираке и Либии. Второй вызов этой ситуации – это Европа с Украиной, это слабое государство, разделенное с проблемой Крыма и ситуацией на Донбассе. Мы вступили в цикл недоверия и санкций. И никто не может на сегодняшний день представить выход из этой ситуации, даже если в сентябре было подписано прекращение огня и показалось, что оно упростит ситуацию. Никто не желает видеть Украину, чтобы она стала замороженным конфликтом. Третий вызов – это Иран с вопросом о нераспространении. И соглашение 24 ноября должно быть заключено, но условия еще не подтверждаются. Потому что накопилось на столе переговоров вот это чувство недоверия. Мы можем продолжать перечислять эти вызовы. И есть только одна возможность выйти из этого аккумулирования недоверия. Это необходимо учитывать интересы каждой из сторон, необходимо учитывать международное право. Необходимо осознавать достоинства каждого человека. И мы должны понимать, что достойная, равная достоинство каждого человека является главой среди всех правил. Я это говорю как сторонник принципов Деголя, потому что достоинство наций, их память, их идентичность является основой в человеческой истории. Уважение правил означает активная прагматическая дипломатия с политической стратегией, что на сегодняшний день отсутствует. Использование военного вмешательства должно быть ограничено и должно быть решено на основе твердых юридических базисов. Согласно также властью под контролем ООН в 2003 году, я помню, что мы все вместе выступили Россия, президент Путин, Германия, Франция, президент Ширак, для того, чтобы укрепить ООН против рисков односторонних действий в Ираке. Использование правил дипломатии на Ближнем Востоке сегодня я приведу к следующему. Это стратегия более инклюзивных правительств. В Ираке, например, суниты должны быть признаны, им должно быть уделяться больше места в правительстве, администрация, а также армия. Есть ли у нас вот эта открытость в обществе? Вторая стратегия – снятие напряжения между шиитами и сунитами, начало лучших отношений между Саудской Аравией и Ираном, между сунитами и шиитами. И третья – нам нужна стратегия для установления мира локального. Для этого нужна глобальная стратегия, нам нужен глобальный мир. Но мы должны быть более прагматичными. Каждый раз есть возможность идти вперед с новыми разрешениями ситуации и уменьшить количество кризисов. Нам нужно решение для Ближнего Востока. И это означает признание палестинского государства с новым объединенным правительством ФАТХ и Хамаса. Нам нужно решение для Сирии, для создания инклюзивного переходного правительства, для того, чтобы прекратить кровопролитие. Уже 200 тысяч человек погибли. Необходимо организовать борьбу против угрозы, которую представляет ИГИЛ, и избежать дестабилизации Иордании и Ливана. Мир, основанный на уважении, означает прагматичная кооперация. И прагматизм является основой, которой мы должны следовать. Мир нуждается в России. Как мы можем представить себе, разрешить ситуацию на Ближнем Востоке или достигнуть соглашения по Ирану без России? Но Россия также сама нуждается в мире, особенно для своего экономического восстановления и своей промышленной диверсификации. Я, по убеждению европейцев, я знаю, что Европа и Россия разделяют одинаковую дорогу и общее будущее. Но сейчас мы должны смотреть на общую возможность для процветания безопасности и новыми символами для обмена, молодежными обменами, образовательными, культурными, инновационными, как и проекты по инфраструктуре, для того, чтобы наш континент был единым. Европа представляет половину российского, также является половиной российского государства, приходится на Россию. Нам нужны голоса, которые призывают к диалогу и обмену. Нам необходимо также, чтобы все личности гражданского общества, интеллектуалы, артисты, лидеры, бизнесмены говорили общим голосом, для того, чтобы все возможности диалога работали на то, чтобы находить решения. И, конечно же, каждая страна должна укоренить свои взгляды в качестве предварительных условий для решения многих проблем, которые в Европе сейчас происходят. Нам нужна новая архитектура безопасности и новая реформа. Необходимо развивать новые проекты, обеспечить адаптацию их к современной реальности, если, конечно же, мы хотим повысить нашу эффективность и надежность. Но прежде всего, вероятно, важно обеспечить уважение и проводить диалог на равных началах. Диалог очень важный. Несколько дней назад я уже был в Иране, и в июле там было достигнуто предварительное согласие. И ничто не будет таким страшным, если будут прекращены переговоры без какого-либо соглашения. Это усугубит напряженность в регионе и обеспечит большую ратикализацию в Иране. По крайней мере, нужно попытаться достать договоренность на основе диалога и сотрудничества. Диалог всегда возможен. Диалог возможен и в случае с Украиной. Он необходим. Но только в том случае, если мы сможем разработать новые механизмы, если мы сможем отказаться от близорукой тактики в долгосрочном планировании политики, мы сталкиваемся с национальными проблемами, которые переходят на региональные масштабы и глобальные масштабы. Я считаю, нам нужно создать контактную группу с Украиной, Россией, Германией, Великобританией, Францией и США для того, чтобы обеспечить политический рычаг, финансовую подпитку и создать дипломатический стимул для преодоления различных измерений этого кризиса. Минская группа преуспела существенно в этом направлении, однако у нее ограничен потенциал. Она позволила обеспечить заключение перемирия. Но нам нужен новый механизм для того, чтобы разработать новые способы решения этой проблемы и взять на себя ответственность за будущее Украины. Нужно проработать три вопроса. Вопросы безопасности, экономические вопросы и конституционные вопросы. Конечно же, если мы заинтересованы в долгосрочном решении проблемы. В рамках ЕС, Франция, Германия, Польша, страны Венгольского треугольника несут на себя особую ответственность. Дипломатия посредством традиционных каналах в ряде случаев, как, например, в отношении соглашения за сегментом 21 февраля или нормадский формат, является недостаточным. Мы не можем довольствоваться обычными дипломатическими механизмами, которые реализуются от времени к времени. Нам нужен механизм, который бы работал на постоянной основе. Нам нужна постоянная группа, которая была бы еще более мощной и могущественной, чем ОБСЕ. Украина ослаблена в результате коррупции и неэффективного управления. Нужно взять на себя инициативу для того, чтобы выйти из этого замкнутого круга. Выборы, которые состоятся в воскресенье в Украине, позволят обеспечить все более эффективное управление в Украине и укрепить управление в стране. А это отвечает интересам не только этой страны, но и всем странам региона. Уважаемые дамы и господа, могу сказать, что мир унижения, мир, в котором мы живем, это игра, которая является проигрышной для всех. В любом кредите мирового штаба не будет победителей. Такие войны могут привести только к радикализации всех сторон и нагнетанию ситуации в каждой из стран. Могу сказать, и этому главный посыл сегодня, диалог возможен, диалог, который основан на уважении и разногласии во имя памяти, истории и принципах независимости и равенства всех стран. Эта надежда является результатом и наследием взаимоотношений между Францией и Россией, наследием общей борьбы в рамках дивизиона Нормандия-Ньемен. Это является наследием взаимоотношений, которые были углублены после того, как Деголь посетил Москву в 1966 году. И все это должно числяться в духе мира, который нужно утвердить сегодня. Для этого нужны риски, новые решения. И эти риски мы берем на себя сегодня. В международных отношениях все возможно. Мы знаем это из нашего собственного опыта. Франция и Германия конфликтовали в течение многих столетий. Однако, когда появилась политическая воля, поддержка людей, мы смогли преодолеть конфликт посредством более долгосрочного примирения. Благодарю вас. Благодарю вас, Доминик Девильбай. Слово предоставляется Вольгу Нушусулю, который сейчас сделает свое заявление. Благодарю вас, уважаемые мотераторы, президент Путин, Доминик Девильбай. Благодарю вас за то, что пригласили меня сегодня. И хотел бы отметить, что Валдайский документ подготовил прекрасный документ. С участием господина Грастиева был подготовлен документ для обсуждений, обсуждений, которые проходили вчера и на протяжении всех этих дней. Присоединяюсь к тому, что сказал президент Путин. Во-первых, должны быть открытые и честные дискуссии с участием партнеров, научных кругов, политиков отставки. Важно, чтобы все говорили открыто и откровенно. Во-вторых, президент Путин четко сказал, Россия не хочет возвращаться к империализму, к прошлому. В-третьих, Россия заинтересована в диалоге, в укреплении многосторонних институтов и многосторонних правил. Это очень важно. Именно поэтому нужно правильно найти ответ на уравнение отсутствия правил, либо новые правила. Уже в прошлом мы сталкивались с новыми правилами. Несколько столетий назад в средние времена появлялись новые правила. Тысячи лет назад 200 тысяч людей, сотни тысяч людей умирали в результате действия людей. То есть и сегодня это происходит. Мы сегодня по-прежнему сталкиваемся с таким же проблемой. 500 тысяч войн, которые произошли в течение последних 10 лет, свидетельствуют об этом. Тем не менее, мир становится сейчас более мирным и регулируемым, чем, например, несколько столетий назад. Давайте придерживаться правилам. Однако прежде чем мы будем требовать появления новых правил, мы должны укрепить существующие правила. Домида Вальпан и, как и президент Путин, уже сказали, что существующие правила, например, в Европе – это Кельсинский акт, заключенный в 1985 году. Этот документ был подписан всеми участниками, а затем к нему присоединились те представители, которые создали свои независимые государства после 1975 года. Принципы очевидны. Каждое государство-участник должно уважать права, связанные с суверенитетом государства. Границы могут быть изменены, но только в соответствии с нормой международного права, мирным путем и на основе достигнутого согласия, то есть на основе мирных переговоров. Вот ключевой принцип. Все возможно, но все должно реализовываться на мирных началах. И, конечно же, принцип невмешательства в суверенные права, он закреплен в Хельсинском акте в том числе. Что же касается украинского кризиса, то, что произошло в Донецке, в Луганске, впервые с момента окончания Второй мировой войны были изменены границы без какого-либо согласия. Вы правильно сказали, например, о том, что произошло в Косово, и те же самые аргументы используются в противном случае. Существуют правила, и важно укреплять многосторонние институты, придерживаться наших обязательств, и тогда все может быть возможно. Возможно, при наличии доверия. Конечно, мир является более сложным и разнообразным сегодня. Сегодня у нас нет какого-то однополярного мира, нет одной лидирующей державы. Даже если американцы думают, что они могут управлять миром, это невозможно. Они не могут обеспечивать урегулирование одного или двух конфликтов одновременно. Это невозможно. Поэтому взаимосвязь в политических и экономических вопросах является ключевым принципом. Мы входим в эпоху многополярного мира, взаимозависимого мира, где каждый находится в одной той же лодке, и каждый сталкивается с результатами того, что происходит в любой точке мира. Крупные страны должны понимать, что то, что происходит в одной стране, приводит к последствиям в других странах. Ольга Тишина, многие его знают, говорил, например, в Мюнхенской конференции и по многим другим случаям. Например, Индия, нужно прекрасно понимать, что происходит, скажем, в Индии. В Европе сложилась сеть регуляторов. Кстати говоря, это совсем не так в Азии. В Азии все происходит совершенно по-другому. Ситуация гораздо более сложная. То, что происходит, например, здесь, приводит к последствиям в других частях мира. Поэтому борьба за независимость, суверенитет, за разделение, борьба разворачивается не только здесь, не только в регионах Европы, но в том числе и в Африке. Судан, Палестина, Ближний Восток, курдский вопрос на Ближнем Востоке, Азия, Китай, Тибет, Гонконг. Посмотри, что сейчас происходит там. Кавказский вопрос, Балканский вопрос. Даже в центре Европы. Шотландия, Баски, Каталония, Южный Тироль. Этот вопрос является очень актуальным для всего мира. Поэтому важно попытаться выработать способы разрешения этих проблем. Механизмы у нас есть. Например, у нас в Австрии актуален вопрос Южного Тироль, который всегда был частью Австрии. Однако в 1996 году прогремели теракты, так же, как в начале 70-х, так и Италия не позволила нам войти в ЕС. В тот момент европейское сообщество в результате этого. Эти проблемы были разрешены. Механизмы есть. И нам нужна площадка для обмена мнениями по этим механизмам. Предоставлять эти механизмы тем, кто хочет получить необходимую информацию. Это то, что мы должны делать сообща. Я уже говорил, что мир уже сегодня гораздо более осложнен, чем раньше. Не подготовил речь. Просто расскажу о том, какие дискуссии разворачивались до этого. Итак, что Россия и Европа должны делать сообща? Мы являемся самыми могущественными игроками на европейском континенте. Несомненно. На нас лежит особая ответственность во имя мира, стабильности и процветания. Мы должны сотрудничать. Мы должны работать сообща и разделять ответственность. Как Денин Тевельпен и как президент Путин уже затронули вопрос Украины. Я оптимист. Пессимистам сложнее жить. И на самом деле жизнь пессимистов не такая уж и радостная. Но самое главное, что оптимисты всегда надеются на то, что мир изменится к лучшему. Я надеюсь, хотел бы донести вам это, господин президент. Мы должны разработать определенный процесс, поэтапный процесс, выработать подход к тому, как выйти из этого узла недоверия, как вы оба говорили. Первый шаг – это воскресенье. То, что произойдет в воскресенье. Я оптимист. Я уверен, что умеренные люди придут к власти в Украине. В следующую среду, надеюсь, будет достигнуто соглашение по энергопакету между Россией и Украиной при посреднице Европейской комиссии. Это было гарантией Европейского союза. Это очень важный вопрос. Зимний период порадит сложности не только для Европы, для стран ЕС, но также и для Украины, для Донбасса и для всех этих регионов. Итак, существует необходимость, и мы прийти к этому соглашению. Наконец, выборы на местах. Этот принцип заложен в минских договоренностях. Это было записано в минских договоренностях, подписанных также представителями Донецка, например. Местные выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством. Мне было бы хорошо, чтобы они проходили за неделю позже, чем парламентские выборы. Я думаю, что все должны подготовиться к этому процессу, провести их в декабре или когда угодно. Важно назначить представителей, которые бы взаимодействовали с правительством в Киеве и международным сообществом. И им предстоит урегулировать большое количество сложных вопросов транспортировки угля, как восстановить экономику, инфраструктуру, как переправлять деньги из одного региона в другое. То есть необходимы законные голоса, представляющие Донбассы, которые бы взаимодействовали с властями в Киеве. Выборы на местах в соответствии с тем, что согласовно Минске. И, наконец, перемирие. Перемирие все еще является очень хрупким. Каждый день 10-12 людей умирают, что очень плохо. Мы должны использовать все наше влияние. Вы можете сделать это, и ЕС это может сделать для того, чтобы положить конец столкновениям. И нужно понять, что никто не сможет регулировать ситуацию военным путем. И если военный путь будет использован, то ситуация будет проигрышна для всех. Приграничный контроль. Все эти вопросы должны урегулироваться непременно. Также с участием представителей ОБСЕ. Нужно разработать процесс, который привел бы нас к лучшему пониманию ситуации. И тут также возникает вопрос санкций. Санкции, которые сейчас у нас на столе. Санкции – это всегда свидетельство слабости. Это свидетельство о том, что дипломатические способы оказались неуспешными. Будь то экономические, политические санкции, военные действия – это все признак несостоятельности. Важно избавиться от этого. Но в первую очередь важно прийти к лучшему пониманию и увеличить доверие. Вы знаете, что никто не хотел войны. Никто не был готов к войне. И за несколько дней до войны все говорили, что ситуация стабильна, как никогда. Однако одна искра – и разгорелась война. Так происходило в прошлом, и так происходит сегодня. Сегодня ситуация сложна. Я не оцениваю внутренние проблемы, но говорю, что мы должны сконцентрироваться на том, чтобы не создавать проблемы, а разрешать. Кристофер Клакс точно сказал, что у России и Европы сложилась эффективная сеть взаимодействия в экономике, политике, в культуре. Пусть взаимодействие не всегда является очень легким, но сеть взаимодействия существует. В Азии, например, или на Ближнем Востоке отсутствует какой-либо механизм или площадка, так как, например, ОБСЕ, отсутствует какая-либо региональная площадка. Поэтому важно укреплять существующие правила. Нужно укреплять и работать по правилам, и было бы неплохо задавать новые правила в отношении новых кризисов. Негосударственные актеры сейчас подрывают государство. Это новый вызов, совершенно новый вызов. Какие же у нас есть механизмы? Террористы всегда террористы, но эти террористы – это новые террористы. Киберугрозы, такие глобальные вызовы, как вызовы в области здравоохранения, вопросы климатических изменений, финансовый кризис 2008 года и ситуация последующих годов. Существует необходимость для новых правил, которые помогли бы нам ответить на новые вызовы. У меня к вам вопрос, господин президент. Вскоре мы отметим 40-летний, кстати говоря, в 2015 году был Венский конгресс, после которого последовали 50 лет мира в Европе, 40 лет исполняется Хельсинки. Не было бы целесообразным создать своего рода хельсинские механизмы, которые бы помогли нам реагировать на новые вызовы, скажем, в Вене. Вот просто вопрос для размышлений. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Вольганг. Интересно, президент, хотите ли вы сейчас ответить на вопрос, станет ли Хельсинки два следующим шагом, который помог бы реагировать на вызовы, о которых он сейчас говорил? Прежде всего, я хочу сказать, что в целом согласен с тем, что и Вольганг только что говорил, и Доминик. Полностью подписываясь под всем, что было сказано, некоторые вещи я хотел бы прояснить. Но мне кажется, что всё-таки Доминик назвал украинский кризис как причину ухудшения международных отношений. Естественно, этот кризис является такой причиной, но всё-таки это не первопричина. Сам кризис на Украине – это производная от разбалансировки международных отношений. Почему это происходит, я уже говорил в своём выступлении, коллеги здесь уже об этом упоминали, я могу об этом ещё дополнительно сказать, если нужно. Но это, прежде всего, конечно, производная от разбалансировки отношений международных. Что касается некоторых вещей, которые Вольганг сказал, мы ещё поговорим об этом, и о выборах, если нужно, поговорим там и об энергетике, о поставках на Украину энергоносители, и в Европу тоже. Но я бы хотел отреагировать на то, что Вольганг оптимист и где-то пессимисты уже приводил такую старую нашу с бородой и несколько грубоватую шутку, не могу не воспроизвести её ещё раз. Вот есть у нас такой анекдот – пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк и морщится, говорит, клопами пахнет. А пессимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит, коньячком попахивает. Мне бы очень не хотелось, или, так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьёт коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов. Хотя, конечно, вроде бы оптимистам живётся веселее. Но всё-таки общая наша задача – не злоупотребление алкоголем – жить на каком-то приличном уровне. Для этого надо выстроить, уходить от кризисов, вместе бороться с вызовами и угрозами и конструировать такие условия взаимодействия на международной арене, которые помогали бы нам решать эти задачи. Я потом готов буду ответить на некоторые другие вещи, которые здесь прозвучают. Спасибо. Благодарю. Сейчас давайте перейдём к вопросам аудиенции. Но, однако, я бы хотел задать первый вопрос вам сам. Если позволите, господин президент, у нас был этот разговор об оптимизме, о пессимизме. И ваша преференция в отношении глобальных правил и новой эпохи глобального управления – это является очень впечатляющими перспективами. Но в свете событий сложно рассматривать оптимистично то, что будет происходить на долгосрочную перспективу. Господин Путин говорил о том, что конфликты умножаются. И это два вопроса в одном, которые я хотел задать. Во-первых, считаете ли вы, господин президент, что действия России на Украине и в Крыму за последние месяцы являются ответом на то, что разрушены правила и являются примером государственного управления без правил? И второй вопрос заключается в том, что глобальное разрушение правил является сигналом с российской точки зрения изменения российской позиции. И за последние дни здесь говорилось, что Россия не может лидировать в существующем глобальном устройстве, но на самом деле она проявляет лидерские качества. Какого ваша ответа на этот вопрос? Я попросил бы вас всё-таки ещё раз сформулировать вторую часть вашего вопроса. Второй вопрос, он в чём заключается? Я бы хотела отметить, уже говорилось, что Россия не может стремиться к лидерским позициям в мире, учитывая обстоятельства, случившиеся после распада Советского Союза. Но может решить, кто будет лидером, и может быть изменение позиции России, изменение её позиции, переориентация, как вы уже отмечали в отношении Ближнего Востока, вопрос, связанных с ядерным вооружением Ирана? Россия своей ориентации не меняла. Мы страна с традиционной ориентацией. А это ориентация на сотрудничество, на поиск совместных решений. Второе. Мы не претендуем на какое-то глобальное лидерство. Тезис о том, что Россия претендует на какую-то исключительность, он совершенно ложный. Я об этом в своём выступлении сказал. Мы не требуем какого-то особого места под солнцем. Мы просто исходим из того, что все участники международного общения должны уважать интересы друг друга. Мы готовы уважать интересы наших партнёров, но рассчитываем на такое же уважительное отношение к нашим интересам. Мы своё отношение к ситуации на Ближнем Востоке, в отношении иранской ядерной программы, в отношении урегулирования северокорейского кризиса, в отношении борьбы с терроризмом, с преступностью в целом, с наркотрафиком. Мы не меняли никаких приоритетов здесь. И даже под воздействием недружественных акций со стороны наших западных партнёров, ведомых в данном случае совершенно очевидно, мы это знаем, все Соединёнными Штатами, даже в условиях санкций мы ничего не поменяли. Но здесь тоже ведь всё имеет свои какие-то ограничители. Исхожу из того, что если под воздействием внешних обстоятельств нам придётся пойти на какие-то изменения, то это возможно. Но пока таких экстремальных ситуаций не возникает, и мы не собираемся ничего менять. Это первое. Второе, что касается нашего поведения в Крыму. Я уже об этом много раз говорил, если есть необходимость в этой аудитории повторить. Могу повторить ещё раз. Это статья 1, часть 2. Устава объединённых наций. Право наций на самоопределение. Всё прописано, и не просто как право на самоопределение, а как цель объединённых наций. Смотрите внимательно на статью, смотрите, что там написано. Я не понимаю, почему люди, проживающие в Крыму, не имеют на это право, так же, как люди, проживающие, скажем, в Косово. Здесь тоже сейчас об этом прозвучало. Почему в одном случае белое считается белым, а во втором тоже самое белое объявляется чёрным. Ну, чушь. И мы с этим никогда не согласимся. Это первое. Второе. И это чрезвычайно важная вещь. Об этом никто не говорит. Я хочу обратить на это внимание. Что произошло в том же Крыму? Во-первых, в Киеве произошёл антигосударственный переворот. Кто бы чего ни говорил, но это, на мой взгляд, очевидная вещь – вооружённый захват власти. Люди во многих регионах страны порадовались этому, не понимая, к чему это приведёт. А в некоторых регионах испугались, что к власти приходят люди крайних взглядов, националисты, правых, в том числе, неонацистских убеждений. Испугались за свою будущность, за свои семьи. И соответствующим образом начали на это реагировать. В Крыму люди провели референдум. Я хочу, знаете, на что обратить внимание? Я хочу, чтобы вы всё-таки отфиксировали на этом своё внимание. Ведь там не просто так мы в России заявили о том, чтобы прошёл референдум. Решение о проведении референдума принял абсолютно легитимный представительный орган власти Крыма, парламент Крыма. Избранный, кстати говоря, по украинскому закону несколько лет назад, до всех этих тяжёлых событий. Именно этот легитимный орган объявил о проведении референдума. А потом на основе этого референдума, так же, как в Косово, принял декларацию о независимости и обратился в Российскую Федерацию с просьбой принять в состав российского государства. Вы знаете, кто бы чего ни говорил, и как бы ни старались там подковырять чего-то, это очень сложно сделать. Имея в виду то, как было сформулировано решение суда ООН, который ясно заявил, что согласие верховной власти той или иной страны примитивно к Косовскому прецеденту на решение вопроса самоопределения не требуется. Вы знаете, меня очень всегда радует в этом случае, и я вспоминаю всё время то, что говорили по этому поводу древние. Помните замечательную фразу? То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ну, мы не можем согласиться с такими формулировками. Значит, может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у нас хозяином тайги. И он не собирается, я знаю это точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст, я думаю, что это должно быть понятно. И в чём заключаются проблемы современного мироустройства? Давайте, ну, прямо скажем об этом. Здесь же все специалисты сидят. Вот мы говорим, говорим, мы похожи на дипломатов. Что произошло в мире? Была биполярная система, значит, Советский Союз развалился. Вот этой мощной силы в виде Советского Союза не стало. Все правила международной жизни после Второй мировой войны писались под биполярную систему. И да, Советский Союз называли верхней вольтой с ракетами. Может быть. Ну, ракет было, завались. Понимаете? И были такие яркие политические гетели, как Никита Хрущёв, который сапогом там вон стучал, да? Ну и все в мире, прежде всего в Штатах, в НАТО думали, да ну его нафиг этого Никитова. И же с ним. Возьмут, долбанут, ракет у них полно. Лучше относиться к ним с уважением. Советская Союза не стала. Возникла какая ситуация? И какие искушения? А можно не считаться с Россией? Она очень зависимая. Она, значит, прошла вот трансформацию в ходе развала Советского Союза. Будем делать то, что нам хочется, вообще не считаясь ни с какими правилами. Вот так же ведь на самом деле и происходит. Вот здесь упоминал Доминик. И Ирак, и Ливию, и Афганистан, и до этого Югославию. Это что, всё было в рамках международного права, что ли? Чего вы нам сказки-то рассказываете? Значит, кому-то можно вообще ни с чем не считаться, а нам защищать свои кровные интересы русскоязычное и русское население в Крыму нельзя? Так не будет. И я хочу, чтобы вот это понимание пришло ко всем. И нужно избавиться от этого искушения и попыток мир под себя причесать, а выстроить сбалансированную систему интересов и отношений, давно прописанную в мире. Нужно только с уважением к этому относиться. Да, я же сказал, мы понимаем прекрасно, что мир изменился, и мы готовы к этому прислушаться и в соответствии с этим корректировать эту систему, но полного игнорирования наших интересов мы допустить не можем и никогда не допустим. Претендует Россия на какую-то лидирующую роль? В качестве сверхдержавы – нет. Нам это только в нагрузку. Зачем нам это нужно? Я же сказал про тайгу. Она бескрайняя. Нам только осваивать свои территории, и времени, и сил нужны, и ресурсов много. Да не нужно нам никуда лезть, там ничем командовать. Но к нам не лезьте и не корчите из себя вершителей судеб всего мира. Вот и всего. И если есть в чём-то и будет, и, возможно, в чём-то лидерство России, это в отстаивании норм международного права. Благодарю. Господин Президент, мирный процесс между палестинцами и израильтянами распал полностью. США никогда не дали квартет возможности работать. Одновременно рост израильских поселений, незаконные поселения на оккупированных территориях, ликвидирует возможность создания палестинского государства. И мы только что увидели очень жёсткое нападение на газа. Как Россия относится к такой напряжённой ситуации на Ближнем Востоке? И тоже, как вы смотрите на то, что происходит в Сирии? И ещё одна ремарка для премьер-министра Девили Пена. Вы говорили о унижении. Что может быть более униженческим, чем ситуация, в которой сталкивается Палестина на протяжении этих всех лет? Что касается Палестины-израильского конфликта. Мне здесь легко говорить, потому что, во-первых, должен сказать, и это думаю, что все видят, в последние десятилетия произошла серьёзная трансформация наших отношений с Израилем, имея в виду, что в Израиле проживает огромное количество выходцев из бывшего Советского Союза, и нам не безразлична судьба этих людей. В то же время у нас традиционные отношения и с арабским миром, и в особенности с Палестиной. Более того, Советский Союз, а Россия правоприемник, правоприемница бывшего Советского Союза, давно признала государственность Палестины. И мы в этом отношении ничего не меняем. И, наконец, что касается поселенческой деятельности, наша позиция солидарна с основными участниками международной жизни. Мы считаем, что это ошибка. Я об этом говорил с нашим израильским партнёром. Думаю, что это препятствие к нормализации отношений, и очень рассчитываю на то, что и сама практика будет прекращена, и процесс весь мирного урегулирования вернётся в своё правовое договорное русло. Мы исходим из того, что конфликт на Ближнем Востоке является одной из первопричин всей дестабилизации не только в регионе, но и в мире. И, конечно, унижение любого народа, который проживает в этом регионе, да и вообще, где бы то ни было в мире, это источник опасности, источник дестабилизации, и это должно быть устранено. Конечно, такими мерами и средствами, которые были бы приемлемы для всех участников этого процесса и для всех людей, которые в регионе проживают. Процесс чрезвычайно сложный, но Россия готова вложить в урегулирование все свои возможности, в том числе и доброе отношение с участниками этого конфликта. Спасибо, Владимир Владимирович. Я из Украины приехал, нам переживают трагические времена, впервые за 70 лет. И мой вопрос касается возможности урегулирования. И в связи с этим я хотел напомнить историю. Вы говорили пару слов о ней, о том, что был момент, когда рассматривался трехсторонний формат России, Украины и Европы, и Европа тогда его не приняла, после чего произошли целый ряд трагических событий, в том числе утрата Крыма и так далее, гибель тысяч людей. И не так давно Европа вместе с Украиной и Россией договорились о том, что все-таки такой формат возможен. И появилась какая-то, даже более того, принято соответствующее решение. И тогда в этот момент появилась надежда на то, что Россия сумеет с Европой договориться и с Украиной о том, и может стать таким рецепентом восстановления мира на Украине. Что произошло потом? Что произошло между Москвой и Брюсселем, Москвой и Берлином, что сегодня ситуация кажется совершенно невменяемой и непонятной, к чему это всё может привести? И как Вы это видите? Что произошло? Что с Европой? Вы знаете, произошло то, что можно охарактеризовать тем, что ничего не произошло. Вот договорённости были, но они с обеих сторон не соблюдаются в полном объёме. Ну, может быть, и невозможно соблюдение в полном объёме этих договорённостей с обеих сторон. Значит, ну, например, военные подразделения Украины должны были оставить отдельные пункты, в которых они дислоцировались до этих договорённостей в Минске, а силы ополчения должны были оставить некоторые населённые пункты, которые они занимали до этих минских договорённостей. Но ни украинские войска не уходят из тех пунктов, которые они должны оставить, ну, например, из аэропорта в Донецке. Ни ополчения полностью не выходят из тех населённых пунктов, которые они должны освободить, ссылаясь на то, ну, я скажу здесь откровенно, чего здесь говорить, ссылаясь на то, что у них там семьи проживают у ополченцев, они боятся за их безопасность, их близкие родственники там проживают, дети, жёны и так далее. Это серьёзный такой гуманитарный фактор. Мы готовы сделать всё для того, чтобы все договорённости, которые были в Минске достигнуты, были исполнены. И я хочу воспользоваться вашим вопросом для того, чтобы подчеркнуть позицию России. Мы за полное исполнение минских договорённостей с обеих сторон. Но в чём проблема? Вот, на мой взгляд, ключевая проблема. Она, знаете, заключается в том, что мы не видим желания у наших партнёров в Киеве, у властей, прежде всего, решить эту проблему взаимоотношений с Юго-Востоком страны с помощью мирного политического процесса, с помощью переговоров. Всегда мы видим одно и то же в разных проявлениях – подавить силой. Началось это с Майдана. Сначала решили подавить Юнуковича силой, добились успеха. Вызвали на поверхности вот эту пену национализма всяких там. Потом это всё трансформировалось в какие-то батальоны националистические. Потом, когда людям на Юго-Востоке Украины не понравилось, они начали пытаться избирать свои органы власти и управления. Их по ночам начали арестовывать и увозить в тюрьму в Киев. Потом, когда люди это увидели, взяли за оружие, вместо того, чтобы остановиться, в конце концов, начать мирный диалог. Войска послали, танки, самолёты. И, кстати говоря, мировое сообщество как-то помалкивает, закрылось там, как будто не видеть ничего. Как будто вообще нет такого слова «непропорциональное применение силы». Забыли вдруг. Я помню, как орали все, когда у нас ситуация была тяжёлая на Кавказе. Каждый день я выслышал одно и то же. Сейчас нет таких слов, словосочетания «непропорциональное применение силы». А ведь применяются кассетные бомбы, применяется уже тактическое оружие. Понимаете, в этих условиях очень сложно нам, в России, очень сложно так выстроить работу с людьми на юго-востоке Украины, чтобы побудить их к полному исполнению всех договорённостей. Они всё время ссылаются на то, что и киевские власти полностью не исполняют свои договорённости. Но другого пути нет. Я хочу подчеркнуть, мы, а, за полное исполнение этих договорённостей с обеих сторон, и, б, самое важное и самое главное, что я бы хотел сказать. Я хотел бы, чтобы это все услышали. Если, не дай бог, опять кто-то войдёт во искушение в попытках использовать силу для окончательного решения этой проблемы на юго-востоке Украины, загонят ситуацию окончательно в тупик. На мой взгляд, есть ещё шансы договориться. Да, вот Вольфган говорил, я понял, о чём он говорит. Он говорил о выборах в ближайшее время и на Украине, и на юго-востоке. Мы знаем, мы об этом дискутируем постоянно. Сегодня с утра только опять с канцлером Ферга на этот счёт говорил. И действительно, в договорённостях прописано в Минских, что выборы на юго-востоке должны пройти в координации с украинским законодательством, не по украинскому закону, а в координации. И специально это было даже выбрано, потому что никто на юго-востоке не хочет проводить выборы по украинскому законодательству. Да почему? Да как это сделать, когда стреляют каждый день, гибнут с обеих сторон люди, а они будут проводить выборы по украинскому закону? Но надо прекратить войну в конце концов, войска отвести в конце концов. Понимаете, вот с момента, когда это будет достигнуто, можно будет говорить о каком-то сближении позиций, о каком-то сотрудничестве. Вот пока этого нет, но очень сложно говорить о другом. И вот говорили о дате проведения выборов на юго-востоке. Мало кто знает, что договорённости были, что до 3 ноября выборы могут быть проведены на юго-востоке Украины. Потом в последний момент в соответствующий известный закон внесли изменения по дате. Ни с кем же не посоветовали, с юго-востоком-то не консультировались. Назначили их на… Когда в Украине выборы там? А? 7 декабря. Но с ними никто не говорил, они нам тут же говорят на юго-востоке. Но вот видите, нас опять надули, и так всегда будет. Понимаете, вот можно, конечно, спаривать, спорить там как угодно. Самое главное – прекратить войну немедленно, развести. Не надо… Ведь понимаете, если Украина хочет сохранить территориальную целостность, а мы тоже этого хотим, значит, нужно понять, что не надо там цепляться за какую-то там деревню, понимаете? Это бессмысленно. Ведь смысл в том заключается, чтобы прекратить кровопролитие и начать диалог, и на базе этого диалога выстраивать отношения и восстанавливать какие-то коммуникации, прежде всего в сфере экономики. А за экономикой многое другое пойдёт постепенно, понимаете? Значит, вот мне кажется, добиться нужно прежде всего этого и двигаться дальше. Спасибо. Спасибо, Пётр Дудкевич, Канада. Владимир Владимирович, с вашего разрешения я хотел бы вернуться на момент крымской проблематики. Пожалуйста. Поскольку она такая, ну, ключевая и для Запада, и для Востока. И я хотел бы вас попросить, чтобы вы просто от себе рассказали вот свою личную картину этих событий, которые к этому привели. А особенно, почему вы решились на такое решение? А можно было по-другому? Как вы это сделали? А там нюансы важные, как Россия это сделала внутри Крыма. И последнее, в конце концов, это как вы себе представляете последствия этого решения? И для России, и для Украины, для Европы, и для нормативного мирового порядка. Я прошу вас, потому что важно. Я думаю, что миллионы людей хотят услышать вашу личную реконструкцию этих последних дней, которые, как вы принимали это решение. Я не знаю, сколько раз я об этом говорил, но скажу ещё раз. Итак, 21 числа в Киеве были подписаны известные документы между президентом Януковичем и оппозицией. Под этими документами была поставлена подпись трёх министров иностранных дел европейских стран, как гарантов исполнения этих договорённостей. На 21 числа вечером мне президент Обама позвонил, мы с ним обсудили эти вопросы, сказали о том, как мы будем способствовать исполнению этих договорённостей. Россия взяла на себя определённые обязательства. Я услышал, что мой американский коллега готов взять на себя определённые обязательства. Это всё было 21 вечера. В тот же день мне тоже позвонил президент Янукович, сказал, что он подписал, считает, что ситуация стабилизировалась, и он собирается поехать в Харьков на конференцию. Не скрою, это не секрет, я выразил определённую озабоченность, сказал, возможно ли в такой ситуации покидать столицу. Он ответил, что считает возможным, поскольку есть документ, подписанный с оппозицией, и министры иностранных дел европейских стран выступили гарантами исполнения этой договорённости. Я ему ответил, что я сомневаюсь в том, что всё так будет хорошо, но это его дело. Он же в концерте президент, и он чувствует ситуацию, ему виднее, как поступать. Но во всяком случае, мне кажется, нельзя выводить силы правопорядка из Киева, сказал ему я. Он сказал, да, конечно, это я понимаю. Уехал и дал команду вывести все силы правопорядка из Киева. Красавец тоже. В Киеве что произошло, мы знаем. На следующий день, несмотря на все наши разговоры телефонные, несмотря на подписи министров иностранных дел, как только Янукович покинул Киев, тут же произошёл захват его администрации и здания правительства вооружённым путём. В этот же день стреляли по кортежу генерального прокурора Украины, ранили одного из сотрудников его охраны. Янукович позвонил, сказал, что он хотел бы встретиться со мной, переговорить, пообсудить ситуацию, сказал, пожалуйста. В конечном итоге мы договорились встретиться в Ростове, потому что там ближе. Он не хотел далеко оторваться, так он мне сказал. Я готов был вылететь в Ростов, но выяснилось, что он уже и в Ростов не может выехать, к нему уже начали применять силу, и на него начали наставлять автоматы, и они уже не очень понимали, куда им деваться. Не буду скрывать, мы помогли ему перебраться в Крым. И он там ещё пребывал в течение нескольких дней, в Крыму. На тот период времени Крым был частью Украины. Но поскольку события в Киеве развивались очень быстро и бурно, мы знаем как, не знаю, широкая общественность не знает, а там ведь были и убийства, и людей заживо сжигали, зашли в офис партии регионов, просто технических работников, взяли, убили там и всё, сожгли заживо в подвале. Значит, в таких условиях ему, конечно, в Киев возвращаться было уже бессмысленно, и вообще никто не забыл, все забыли про какие-то договорённости с оппозицией под подписями министров иностранных дел, про наши разговоры по телефону. Да, скажу откровенно, он попросил вывезти его в Россию. Что мы сделали? Вот и всё. Значит, видя, как разворачиваются события, люди в Крыму почти сразу взялись за оружие и обратились к нам с просьбой помочь им провести вот те мероприятия, которые они намерены были сделать. Не буду скрывать, мы использовали наши вооружённые силы для блокирования воинских подразделений, расквартированных в Крыму, украинских воинских подразделений, но не для того, чтобы кого-то заставить идти на выборы. Да это невозможно, вы же все взрослые люди, понимаете, как под автоматом, что ли, людей поведёшь на выборы. Люди шли на выборы там как на праздник, и все это знают. И проголосовали. Даже крымско-татарское население, явка была ниже среди крымских татар на выборы, но голосование было выше, там если в целом по Крыму, я уже не помню, сколько там, чуть ли не 96 процентов, или 94 проголосовало, 96, а крымские татары пришли в меньшем количестве, но в процентном отношении их там 97 процентов. Почему? Потому что те, кто не хотел голосовать, они просто не пошли. Но те, кто пришли, проголосовали за. Я уже говорил о правовой стороне дела. Крымский парламент собрался, проголосовал за референдум. И здесь ведь тоже, понимаете, кто может сказать, что можно было несколько десятков человек притащить за шиворот туда, в парламент для голосования. Не было этого, это просто и невозможно. Не хотели бы люди голосовать, сели бы на поезд, на машину, на самолёт и улетели, и всё, ищи ветра в поле. И не было бы никого. Все пришли и проголосовали за референдум, а народ Крыма высказался за присоединение к России. Вот и всё. А как это будет влиять дальше на развитие международных отношений? Ну, мы видим, как это влияет. Но мы считаем, что если мы уйдём от так называемой практики двойных стандартов и признаем за всеми людьми одинаковые права, то никак не должно повлиять. Нужно признать право этих людей на самоопределение. Благодарю вас, меня зовут Нил Бакли, газета «Финансиал Таймс». Господин президент, как сообщали один из ваших глобальных коллег по миру, говорил, что вы не думаете, что Украина – это реальная страна. Вы считаете, что Украина – это страна, которая состоит из частей других стран. Не могли бы вы подтвердить это высказывание? Так ли вы считаете? Считаете ли вы, что Украина есть право на существование в качестве суверенного и независимого государства? И на самом деле Украина является реальным государством. Если вы так считаете, является ли Новороссия, тот регион, о котором мы недавно говорили, частью этой страны? Если это так, то почему в СМИ, в том числе репортеры моей собственной газеты, говорят о том, что солдаты, которые носят российскую форму, присутствуют в Новороссии сейчас. И хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить свою уверенность в достоверности фактов, которые представляет наш репортер, несмотря на то, что он подвергся недостоверной критике со стороны российских властей сегодня днём. Благодарю вас. Первое, что касается моего отношения к Украине как к суверенному государству. Никогда не подвергал сомнению то обстоятельство, что Украина является современным, полноценным, суверенным европейским государством. Другое дело, что история формирования Украины в его сегодняшних границах – это довольно сложный процесс. А вы что, разве об этом не знаете? Вы что, не знаете, что в 1922 году часть земель Российской Федерации, которую как раз вы и называете, в общем-то, это всегда исторически так, исторически называли эти земли Новороссии. Почему? Потому что это, по существу, был один регион с центром в Новороссийске, поэтому назывался Новороссией. Это вот Харьков, Луганск, Донецк, Николаев, Херсон, Одесская область. Они были в 1920-е годы, в 1922-1921 годах при создании Советского Союза, переданной от России Украине. Формулёвка простая была у коммунистов для того, чтобы поднять процентное соотношение пролетариата на Украине, для того, чтобы, видимо, обеспечить себе больше голосов при различных политических процессах, потому что крестьянство считалось мелкобуржуазной, враждебной коммунистом средой. Нужно было поднять процентное соотношение пролетариата. Первое. И потом второе, видимо, я так думаю, вторая причина заключалась в том, что в ходе гражданской войны часть националистических сил на Украине пыталась получить эти территории, но не смогла. А большевики уже своим ставленникам на Украине говорили, что вы можете показать это украинскому народу. Вот националисты не смогли, а вы получили. Но в рамках единого государства это не считалось чем-то такой большой потерей для самой России, потому что это было в рамках единого государства. В 1954 году Хрущёв, который любил постучать сапогом в ООН, почему-то принял решение передать в Крым, в Крым, в Украину. Сделано это было тогда с нарушением даже советского закона. Скажу, в чём было это нарушение. По действовавшим тогда нормативным нормам, по законам Советского Союза, для того, чтобы одну территорию передать от Союзной Республики другой Союзной Республике, нужно было решение Верховного Совета одного и второго субъекта, то есть одной республики и второй. Этого не было сделано. А что было сделано? Решение проштамповали соответствующим решением Президиума Верховного Совета и РСФСР, и Украины, но не самого парламента, а только Президиума. Это было грубое явное нарушение действовавших тогда норм. В 1990-е годы, после развала Советского Союза, Крым добился и провозгласил автономию, по сути, с большими полномочиями. К сожалению, киевские власти тогда пошли на ликвидацию этих автономных полномочий и свели их к нулю, централизовав все и политические, и экономические, и финансовые процессы. Это что касается Юга, Востока Украины. Что касается Запада. А вы что, не знаете, что ли, что после Второй мировой войны часть территории была прирезана к Украине как результат Второй мировой войны? Часть отрезали от Польши, от Венгрии, по-моему. А Львов каким был городом, если не польским? Вы что, не знаете об этом, что ли? Зачем вы мне такой вопрос задаете? Значит, за это Польши добавили территории, изгнав немцев из ряда восточных областей. Ну, спросите, вот там есть целое объединение изгнанных, так называемое. Хорошо это было сделано или плохо? Я сейчас не могу давать этих оценок, но это было сделано. В этом смысле, и трудно с этим не согласиться, все это надо признать, что Украина довольно такое сложно сочиненное государственное образование. Но так сложилось, и мы исходим из исторической данности. Но это совсем не значит, что если, скажем, народ Крыма в результате государственного переворота при поддержке наших западных партнёров озаботился своим будущим, испугался за себя и за своих детей и воспользовался предусмотренной в международном праве нормой, дающей право на самоопределение, не значит, что мы не уважаем в целом суверенитет украинского государства. Мы это уважаем и намерены так, с уважением относиться к этому в будущем. И очень рассчитываю, мне кажется, что это неизбежно, на нормализацию российско-украинских отношений и на их развитие. Спасибо. Чарногорский Словакия. Господин президент, в течение этого клуба выступил на клубе гость, представляющий российскую власть. Между прочим, сказал, что Путин – это Россия, Россия – это Путин. Меня бы интересовало, что вы думаете о таком лозунге. Спасибо. Это известный французский король Солнца, его звали. Он сказал, что Франция – это я, Людовик XIV, король Солнца. Но это, конечно, совершенно неправильный тезис. То, что для меня Россия – это вся моя жизнь, это совершенно очевидный факт. Я не могу себя представить вне России. Ни на одну секунду. Знаете, я уже говорил об этом. Из архива подняли родословные моих родственников. Недалеко от Москвы, 120 километров от Москвы – это деревня, где жили мои родственники с XVII века. И ходили все эти столетия, ходили в одну и ту же церковь. И я чувствую свою связь с русской землёй и с русским народом. И жить вне России не смог бы никогда. А Россия, конечно, обойдётся без таких, как я. В России много людей. Но если уж и оказался там, где я сегодня нахожусь, я считаю своим долгом сделать всё для её благополучия, для развития, для защиты её интересов. Продолжение следует... Здесь, как видите, соперничество такое идёт между китайцами и США, но оно дружественное. Я буду говорить в духе Валдайского форума, и я надеюсь, что вы так и поймёте мой вопрос. Несколько лет назад господин Обама заявил о трёх вызовах – Эбола, ИГИЛ и Россия, Российская Федерация. И за события на Украине. Российские лидеры были очень возмущены этой формулировкой и расстроены. И я сегодня не услышала трёх вызовов от вас. А одну проблему, которую вы очертили – это США. Некоторые в США, конечно же, будут благослованы тому, что вы сказали, потому что наверняка это заявление не мягкая сила, а какой-то, может быть, не холодной войны, а какой-то горячей войны глобальной системы, которая была создана в США. Другие, может быть, будут удивлены тому, что вы сказали, тону, которую вы использовали, потому что многие в США не думают, что полное разрушение связи – это хорошая идея. Я один из этих людей, которые привержены этой идее. И я не думаю, что базис для внешней политики, он не заключает, что мы не должны учитывать интересы России. И я считаю, что интересы Америки также должны учитываться. Правда, я не верю, что страны, которые вы описали в своих заявлениях, мой вопрос – кто они, к кому вы обращались по речи? Это президент Обама, это американская элита, которая установит внешнюю политику, или это американский народ? Или то, что вы описывали, как генетический код США в послевоенном мире, и вы говорили, что вы не можете работать с США вообще или с ближайшими союзниками США? Еще вопрос. Считаете ли вы, что какую-то роль особую играют другие страны, особенности Китай? И третий вопрос, наиболее важный. Что вы ожидаете, каким должен быть ответом американцев на вашу речь? Первое. Я не говорил, что США представляют для нас угрозу. Вот президент Обама, как вы сказали, считает Россию угрозой. Я не думаю, что США для нас представляют угрозу. Я думаю, что политика правящих кругов, как, извините, употреблю такой штамп, политика правящих кругов является ошибочной. Я уверен, что она противоречит и нашим интересам, подрывает доверие к Соединенным Штатам и в этом смысле наносит и Соединенным Штатам определенный ущерб. Подрывает к ним доверие, как к одному из глобальных лидеров и в экономике, и в политике. Можно, конечно, многие вещи замалчивать, но я же уже говорил об этом, и вот Доминик об этом вспоминал. Действия в одностороннем порядке и в последующем поиске союзников, создание коалиции после того, как всё сделано. Но это ведь не способ договориться, правда? Это односторонние действия, и они применяются постоянно в текущей политике Соединенных Штатов и приводят к кризисам. Я тоже об этом сказал. Вот президент Обама упомянул об одной из угроз – это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Ассадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наёмники в основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определённую сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, всё, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали побольше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. Эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединённые Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет сил и возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они тогда бомбят ИГИЛ? Вот там начали нефть добывать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции. Сразу же перетекла в ИГИЛ, потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика, без опоры на реалии. Надо поддержать цивилизованную демократическую оппозицию в Сирии. Ну, поддержали, дали оружие. А завтра половина боевиков оттуда ушла и перешла в ИГИЛ. Что, нельзя было об этом подумать чуть-чуть пораньше? Вот мы против такой политики Соединённых Штатов. Мы считаем, что она ошибочна, наносит ущерб всем, в том числе и вам. Что касается учёта наших интересов, то нам бы очень хотелось, чтобы такие люди, как вы, возглавили Государственный департамент. И, может быть, тогда удастся как-то изменить ситуацию. Если этого не произойдёт, я бы очень вас просил довести это до наших партнёров и до президента Соединённых Штатов, и до госсекретаря, до других ответственных лиц. Что мы не хотим и не ищем никакой конфронтации. Но вы считаете, что нужно уважать наши интересы, и многие вещи, они отрегулируются. Но это нужно сделать не на словах, а на деле. Уважать интересы других, с уважением относиться – это значит, что, как я уже говорил в своём выступлении, нельзя дожимать, используя свои исключительные положения в экономике или где-то в военной сфере. Вы понимаете, во всём, ну хорошо, в Ираке там воюют, плохо, в Ливии там всё довели до того, что вашего посла убили в Ливии. Мы, что ли, это сделали? Приняли решение в своё время в Совете Безопасности. О чём? Значит, бесполётную зону сделать. Для чего? Для того, чтобы не могли летать самолёты Каддафи и бомбить боевиков. Тоже, считаю, не самое лучшее решение. Ну ладно, а что на самом деле сделали? Начали сами наносить удары, в том числе и по территории. Явное грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, практически агрессия без всякой резолюции. Это мы, что ли, сделали? Это же вы сделали своими руками, а закончилось чем? Убийством вашего посла. Кто виноват? Сами виноваты. Вот это хорошо для США, что посла убили. Ужасно, страшная катастрофа. Но не нужно искать виноватых, если сами допускаете ошибки. Нужно, наоборот, подняться над вот этим желанием бесконечно доминировать и исходить из таких имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединённых Штатах быть не может, кроме имперской. Мы никогда не забудем того, как мы помогали Соединённым Штатам в обретении независимости. Мы никогда не забудем нашего сотрудничества и союзничества в Первую и Вторую мировую войну. И я полагаю, что глубинные стратегические интересы американского народа, российского народа во многом совпадают. И нужно опираться на эти взаимные интересы. Мой вопрос касается процесса модернизации России. Вы уже несколько раз подчеркнули важность одной концепции консервативной. Я считаю, что это очень-очень ключевая, очень важная концепция для модернизации России. Вы прекрасно знаете, что в Европе, в США, даже в Восточной Азии там тоже есть такая же концепция консервативной. Можете ли вы объяснить мне, какие же свои образы в вашей концепции консервативной? И вот в чём отличается от других? Будет ли это доминирующая концепция для модернизации России или временно для некоторых специальных периодов? Спасибо вам большое. Вы знаете, когда… Ну, во-первых, концепцию консерватизма не мы придумали. И та концепция консерватизма, о которой я говорю, она мало чем отличается от традиционного понимания этого явления или этого порядка вещей. Это совсем не значит, что консерватизм – это какая-то самоизоляция и нежелание развиваться. Здоровый консерватизм предполагает использование всего лучшего, нового, перспективного для обеспечения поступательного развития. Вместе с тем, прежде чем ломать что-то, на чём достигнут сегодняшний уровень развития, нужно понять, как работают новые механизмы. Это чрезвычайно важные вещи, и поэтому для того, чтобы общество существовало, нужно поддерживать элементарные вещи, которые человечеством выработаны в течение столетий. Это бережное отношение к материнству и детству, это бережное отношение к своей собственной истории, к её достижениям, бережное отношение к нашим традициям и традиционным религиям. А Россия – страна по закону с четырьмя традиционными религиями. Она очень разнообразна, Россия. Поэтому мы будем делать опору на всё, что нам помогает идентифицировать себя как многонациональная российская нация, многонационное российское сообщество. Но мы не собираемся совершенно закрываться от всего нового и эффективно работающего, что появляется в мире и является факторами роста. Безусловно, мы будем всё это использовать. Поэтому я бы просил всех коллег не спекулировать на том, что если мы говорим о консерватизме, это значит, что мы собираемся себя законсервировать. Это ничего общего не имеет с реальной действительностью и с нашими планами. Господин президент, Роберт Скиделлски из Великобритании. Я помню ваш замечательный визит в Лоннон с удовольствием. И также вы были почётным гостем на ужине во времена, которые были полегче. Чем те, которые сейчас между нашими странами. Я бы хотел также поставить вопрос о модернизации. Немножко посмотреть у вас вопросы экономических. Российское место России в будущем. Она продолжает быть важной державой, несмотря на то, что происходят сейчас определенные экономические проблемы. И в духе вашего предложения говорить открыто с 2001 году, было ли это не успех, либо очень лимитированный успех президентских политиков в том, что касается экономики. Мы знаем о ценах на нефть, которые являются очень волатильными и сейчас уменьшаются и понижаются. И что я хотел бы спросить. Что вы можете сделать за ваш третий срок для того, чтобы увеличить диверсификацию для улучшения ваших предпринимательских, чтобы предпринимательские круги работали лучше, для того, чтобы не покупалась недвижимость только в Лондоне, чтобы я наоборот инвестировалась в Россию? Что вы можете сделать для того, чтобы убедить других инвестировать в Российскую Федерацию? С другими словами, какие шаги вы хотели бы предпринять за ваш, может быть, следующий ваш период правления в этом или, может быть, ещё дальше, для того, чтобы диверсифицировать вашу экономику, потому что она должна играть важную роль, и чтобы она играла важную роль в 21 веке? Первое, что я хочу сказать, это то, что в прошлом году мы были третьи по объёмам привлечения прямых иностранных инвестиций в мире после Соединённых Штатов и Китая. Наверное, что в связи с вот этими пресловутыми санкциями и игрой с различными рейтингами, может быть, эта ситуация изменится, но обращаю внимание на то, что развитие продолжается, и остановить его невозможно. Что мы должны сделать для того, чтобы… Кстати, по-моему, в прошлом году 93 миллиарда долларов привлекли, если я не ошибаюсь, где-то так. Что мы должны сделать для того, чтобы быть более привлекательными, и что мы будем делать, и как мы будем реагировать на изменения, и как на нас повлияет изменение, скажем, на ценные энергоносители, которые действительно, вы правы, очень волатильны. Но, во-первых, у нас разработана целая программа улучшения делового климата. И вот могу вас проинформировать, вот только что мне вчера министр экономического развития сообщил, что мы серьёзным образом ещё сделали шаг вперёд в оценке предпринимательских условий ведения предпринимательства, и в шкале doing business мы поднялись ещё сразу на нескольких позиций. Это, в общем, признание того, что наши усилия не проходят даром. Мы ведём постоянный диалог с бизнес-сообществом нашим и выработали целый план совместных, хочу подчеркнуть, совместных действий, связанных с дебюрократизацией, связанных с наведением порядка в банковской системе, связанных с облегчением инвестирования, с защитой частных инвестиций. Это целый набор. И в целом нам пока удаётся этот план действий осуществлять. Мы выработали целую систему взаимодействия с бизнес-сообществом и стараемся постоянно получить ответную реакцию по поводу того, как работают те решения, которые мы применяем. Кроме этого, мы выработали отдельно систему регионального развития. Это касается и Дальнего Востока, это касается Восточной Сибири. И мы будем делать упор на льготирование работы бизнеса в этих регионах, имея в виду работу в рамках проектов, которые начинаются с нуля, так называемые гринфилды, имея в виду облегчение деятельности региональных администраций, которые поддерживают эти проекты, имея в виду создание территории, опережающего развитие, целый набор мер и действий. Что же касается цен на энергоносители, да, мы видим, как они волатильны. Вы знаете, что мы посчитали бюджет следующего года из 96 долларов за баррель, но мы полностью будем исполнять все наши социальные обязательства. Это совершенно очевидно. Мы не пойдём ни на какое резкое изменение показателей макроэкономической политики. Мы будем следить и за нашими золотовалютными резервами, и за курсом национальной валюты. Будем постепенно переходить к плавающему курсу. Не будем палить наши резервы бездумно, но будем их использовать для определённой балансировки. Мы, конечно, будем следить за уровнем безработицы, она сейчас находится на минимальном уровне у нас. Будем, если потребуется, сокращать неэффективные расходы, но, повторяю, прежде всего будем делать упор на привлечение инвестиций и, в первую очередь, частных инвестиций. Уверен, что работа на российском рынке без всяких сомнений останется интересной для наших традиционных партнёров. Я бы хотел сказать, что мы наблюдаем рост и промышленного производства, и сельского хозяйства за текущий период. И просто не сомневаюсь, что эта тенденция будет продолжаться. Здравствуйте, меня зовут Иван Крастев. В Болгарии есть определённое определение пессимизма и оптимизма. Пессимист – это человек, который считает, что ситуация уже достигла самого низа. А оптимист считает, что ситуация может быть ещё гораздо хуже. С этой точки зрения я оптимист. Задам два вопроса. Вы очень жёстко относитесь к людям, которые выходят на улицу во всех регионах мира. Но я уверен, что люди будут выходить на улицу дальше. За последние пять лет произошло большое количество протестов во многих странах в результате существующих технологий, в результате того, что люди не доверяют своим элитам, и они несчастны. Думаете ли вы, что без революции мы сможем изменить мир? Не думаете ли вы, что мы должны быть более гибкими в этом смысле? И второй вопрос касается Европы. Многие считают, что позиция Европы по кризису в Украине может быть объяснена лишь американским давлением. Считаете ли вы, что позиция Германии может быть просто объяснена американским давлением? Что касается протестных выступлений. Вы сказали, что я очень жёстко отношусь ко всем массовым выступлениям в мире. Это не так. Я не жёстко отношусь к массовым выступлениям. Я жёстко отношусь и негативно отношусь к нарушению закона. Массовые мероприятия, демонстрации – это вполне легитимный способ выражения своего мнения и борьбы за свои интересы. Но всё нужно делать в рамках закона. Революция – плохо. Мы наелись этих революций в XX веке по горло. Революция – эволюция. Вот что нам нужно. И уверен, что мы сможем двигаться именно по такому пути. Что касается санкций, навязаны они или не навязаны, то не мне об этом судить. Это лучше вам, наверное, известно, как это происходило. Но вот вице-президент Соединённых Штатов, например, не так давно сказал, что им потребовалось серьёзно нажать на европейских партнёров для того, чтобы они применили санкции. Это же он сказал, а не я. Значит, всё-таки нажимали. Нужны эти санкции европейцам или нет? Думаю, что нет. Ведь под давлением санкций никто никогда, даже малые страны, решения не принимают. А уж такая страна, как Россия, точно не будет под давлением ничего не делать, чего бы хотелось тем нашим партнёрам, которые пытаются на Россию давить. Это абсолютно контрпродуктивно и не ведёт к решению проблемы. Но влияют они на нас санкции или нет? Ну, так, отчасти влияет. Вот сейчас я только коллеги отвечал на вопрос. Могу только добавить, что, несмотря на это, за первые восемь месяцев текущего года рост промышленного производства у нас составил 2,5%. В прошлом году за этот же период времени рост промышленного производства был 1,5%. Рост сельского хозяйства в прошлом году за восемь месяцев был примерно 2,5%. В этом году за тот же период времени – 4,9%. Мы сводим наш бюджет с профицитом более чем 1 триллион рублей. Да, золотовалютные резервы у нас чуть-чуть подсели. Они сейчас находятся где-то в районе 450 миллиардов. Связано это с тем, что Центральный банк использует эти средства для влияния на курс национальной валюты. Но я тоже уже об этом сказал. Всё будет иметь границы, и мы бездумно резервы палить не будем. Надо иметь в виду, что у нас ещё резервы правительства, где-то там 80 миллиардов, один фонд, где-то 90 или 100 миллиардов уже другой фонд. Так что у нас в принципе резервы есть, но на какой-то период для того, чтобы пройти сложные времена, мы будем использовать так, как мы это делали в 2008 году. Но просто на резервах мы жить не будем, мы будем стараться генерировать позитивную работу самой экономики. Я уже отвечал на предыдущий вопрос, об этом сказал. Так что, да, ну а для того, чтобы эффективно всё работало, революции не нужны. Давайте будем говорить об эволюции. Добрый вечер. Да, кстати говоря, по поводу массовых выступлений. Вот окупая Уолл-стрит, где это движение-то? Задушили на корню, и никто не говорит, что там к ним плохо относятся. Хорошо относятся, но задушили. Значит, так прижали их в объятиях, что там никто пикнуть не успел, да и непонятно, куда все растворились. Ну вот в этом отношении надо отдать должное, работают хорошо. Дмитрий Суслов, Высшая школа экономики, Валдайский клуб. Владимир Владимирович, Вы упомянули о развитии Сибири и Дальнего Востока, и это чрезвычайно важное направление. Вы назвали его стратегической задачей на весь 21 век. И это является, наверное, частью ещё более широкой задачи, внешнеполитической, которую Вы провозгласили. Это поворот в сторону Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Кстати говоря, провозгласили практически одновременно с президентом Обамой, который провозгласил примерно такую же политику для Соединённых Штатов, тот же самый вектор. И у многих возникает опасение, что в условиях нынешнего обострения отношений России с Западом вот это вот азиатское направление российской внешней политики может стать менее приоритетным, может несколько просесть, что неправильно с учётом макротенденции развития мира. Но мой вопрос даже не об этом, а о том, что поскольку одной из главных азиатских, тихоокеанских стран являются сами Соединённые Штаты, и большая часть стран Восточной и Юго-Восточной Азии – это союзники и партнёры Соединённых Штатов, то в условиях нынешнего обострения российско-американских отношений не возникают ли сложности у нас в проведении политики по наращиванию своего и экономического, и политического присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, соответственно, импульса, создания внешнего импульса для развития Сибири и Дальнего Востока. Спасибо. Думаю, что не возникнет. А если некоторые страны, опять же, под давлением Соединённых Штатов и игнорируя свои собственные национальные интересы, будут сворачивать сотрудничество с Россией, тогда это их выбор. Но вы знаете, я ведь в своём выступлении сказал, мир изменился. Ведь понимаете, в чём дело? Ну, невозможно удержать ни технологии, ни инвестиции, если это выгодно, если это интересно. Но невозможно. Можно на какое-то время что-то там затормозить. Но генеральный – это же не способ развития. Вот несмотря на всё, что происходит, несмотря на все санкции, у нас за первые полугодия 2014 года торговый оборот с ЕС составил 260 с лишним миллиардов долларов. Ничего никуда не делать. Но может деться или нет? Ну, может, наверное. Если, допустим, прекратить полностью наши поставки в энергоносители в страны Евросоюза. Мы хотим этого? Конечно, нет. Зачем нам это делать, когда это исправный клиент платит? Но можно себе представить, что это произойдёт по воле наших партнёров, скажем, в Европе? Ну, я с трудом себе это представляю. Почему? Потому что альтернатива какая? Ближний Восток с кризисами не меньшими, чем здесь сейчас, а может, с более острыми, гораздо более острыми, с этим ИГИЛом несчастным. Там ещё, бог знает, с чем ещё там может возникнуть. Допустим, сланцевая нефть, сланцевый газ из Соединённых Штатов. Возможно? Ну, наверное, где-то возможно. Но это сколько будет стоить? Это, если европейцы на это пойдут, это прямой путь к снижению своей конкурентоспособности. Потому что это будет дороже, чем наш трубный газ или нефть по нашим трубопроводам, или с коротким плечом доставки и логистики с рождения России. Это просто убить свою конкурентоспособность. Но это же не знаю, какой колонии нам нужно быть в Европе для того, чтобы пойти на это. Но я думаю, что здравый смысл восторжествует и до этого не дойдёт. То же самое касается Азии. Но кто может заставить крупные азиатские страны в ущерб своим интересам, допустим, прекратить сотрудничество с Россией? Ну, это иллюзия. И не надо этих иллюзий питать. И вообще это вредно, изначально вредно строить свою политику по таким принципам. Так же, как и вредно, скажем, в Европе продолжать командовать старыми методами. Вот я же, понимаете, я уже сказал об этом тоже. Реально такое впечатление, что очень хочется воссоздать двуполярную систему, чтобы дальше командовать. Что в Европе, что происходит? Вот я не буду сейчас страну называть. Разговаривал с одним из своих бывших коллег. Из Восточной Европы. Он мне с гордостью говорит, что вчера назначил начальника генерального штаба. Я так удивился. Я говорю, да, а какое такое достижение? Ну, а как же? Мы не министр обороны, не начальник генштаба. Без согласования с послом США не назначаем уже много лет. Я так удивился. Я говорю, ничего себе. А это почему? Вот так сложилось. Говорят, хотите в ЕС, но сначала в НАТО. А чтобы в НАТО, у нас вот такой порядок. Дисциплина должна быть военная. Я его спрашиваю, слушай, а за что же вы продали свой суверенитет? А объём инвестиций-то какой в вашу страну? Не буду называть этот объём, потому что сразу о какой стране идёт речь. Минимальный. Я говорю, слушайте, вы с ума сошли? А зачем вы это сделали? Ну, вот так получилось. Но это не может вечно продолжаться. Вот это все должны понять, в том числе и наши американские друзья и партнёры. Но невозможно это вечно вот в таком состоянии униженном держать своих партнёров. Это прорывается. Я это знаю, я уже давно здесь сижу. Ну, можно сейчас поджать их там, значит, заставить что-то сделать. Это не может вечно продолжаться. А уж тем более в Азии. Понимаете? Тем более в Азии, там есть страны, которые действительно, а таких стран в мире немного, которые реально пользуются своим суверенитетом. Они им дорожат и никого к нему не подпустят. Владимир Владимирович, вопрос по энергетике. Европа будет мёрзнуть зимой, если не подпишет Россия с Украиной важный для нас договор. И могли бы Вы аудитории, которая, наверное, не в курсе дела всего, объяснить, в чём загвоздка этих переговоров? Почему не получается за последние 2-3 месяца, когда постоянно встречаются, договориться с Украиной о цене? И второй дополнительный вопрос. Как Вы будете отстраивать новую стратегию энергетическую Вашу с Европейским Союзом, который резко изменил правила сейчас и сильно начал либерализировать свой рынок? В том числе будет предлагать России закупать, покупать у России газ одной цене. Ваши отношения? Ну, мы давно дискутируем на этот счёт. Я начну с завершающей части Вашего вопроса. Давно дискутируем с нашими коллегами из Еврокомиссии по поводу третьего энергопакета. Так что это не вчера родилось. Мы считаем, что это вредное для Европы решение. На первый взгляд, это либерализация, на первый взгляд, это создание рыночных условий. На самом деле ничего подобного, на наш взгляд, не происходит, потому что в области нефти, и так всё давно либерализовано, там происходят торги на бирже, и цена устанавливается на бирже. Конечно, можно отчасти манипулировать какое-то время и ценой, выбрасывая на рынок больше объём, увеличивая добычу. Что тоже вечно не может продолжаться, потому что будет нанесён ущерб и сланцевой нефти, будет нанесён ущерб и традиционным экспортерам чёрного золота. Но, скажем, в газовой сфере нет ничего более устойчивого, чем долгосрочные контракты, привязанные к рыночной цене на нефть. Это абсолютно справедливая система ценообразования. Что же может быть либеральнее, чем рыночная цена на нефть, которая торгуется на бирже? И есть соответствующие параметры, которые указывают на теплотворность газа, сопоставимая с теплотворностью нефти. Легко специалистами всё просчитывается. И, что важно для наших европейских потребителей, они могут быть уверены, что такой объём точно совершенно в такие-то сроки, вот по таким-то правилам определения цены будет поставлен. Это создаёт уверенность в энергобезопасности Европы. И никогда, я хочу это подчеркнуть, вообще ни разу Россия не нарушила своих обязательств. В 2008 году возник кризис в связи с тем, что Украина практически блокировала транзит. Но не мы это сделали. Вот что бы кто ни говорил, специалисты это всё прекрасно знают. Что происходило в 2008 году? Не хотели с нами заключать нового контракта, а старый закончился. И, не заключив новый контракт, начали отбирать зимой из транзитного экспортного газопровода определённые объёмы. Как только мы начали фиксировать, мы сначала просто терпели, просто указывали им на то, что это недопустимо. Терпели, терпели, а потом сказали, мы будем каждый день, каждые сутки на объём незаконно изъятого, ну, украденного, по сути, будем сокращать объём подачи. Вот за сутки там условно утащили, не знаю, миллион кубов. Мы на следующие сутки на миллион кубов уменьшили подачу. И так сутки за сутками. И всё в конечном итоге свелось к нулю. Но не мы это сделали, но мы же не можем бесплатно поставлять. Ну, что это такое? Значит, теперь какие угрозы существуют и что там происходит? Знаете, что мы в прошлом году для того, чтобы Украина смогла погасить задолженность, которая возникла в 2013 году, начиная с июля перестали платить, прошлого года, к ноябрю наросли определённые платежи, невыплаченные. Мы для того, чтобы нормализовать ситуацию, мы сказали, я сейчас вынужден это повторить, мы дадим кредит, первый транш – 3 миллиарда долларов, и в первом квартале 2014 года понизим цену ниже нижнего предела. Но только в том случае будем держать эту цену во втором квартале, если Украина, используя выданные кредитные средства, выплатит нам все долги, которые возникли в 2013 году, и исправно будет платить текущие платежи по самым низким ценам – 268,5 долларов за тысячу кубов. Результат. Долги за прошлый год не выплатили, текущие платежи первого квартала не заплатили целиком. Поэтому «Газпром» в строгом соответствии с договорённостями перешёл на контрактное ценообразование. Контракт был подписан, как мы помним, в 2009 году. Он действовал, контракт, все эти годы, не подвергался никакому сомнению ни нашими партнёрами в Европе, ни нами, ни украинскими нашими друзьями. Он же действовал все эти годы. Вот именно этот контракт был подписан правительством Тимошенко. И сегодняшние руководители в Киеве, в том числе министр энергетики, господин Продан, он присутствовал при подписании, всё хорошо знает. Теперь вдруг выясняется, что этот контракт плохой, и он подлежит замене. Почему? Платить не хотят опять. Мы сказали, вот послушайте, я хочу, чтобы все эти цифры, вот все и так знают, но я хочу их повторить. Итак, в прошлом году выдали кредит 3 миллиарда долларов. По этому году официальная задолженность уже составила 5,6 миллиарда долларов. Но мы готовы её пересчитать задним числом со скидкой в 100 долларов. Всё равно получается задолженность прошлого и этого года 4,5 миллиарда. Итак, кредит 3 миллиарда и 4,5 задолженность, 7,5. Кроме этого, Газпромбанк выдал своим клиентам в Украине под закупки газа 1,4 миллиарда частной компании для химической промышленности по самой низкой цене 268 долларов. И тот же Газпромбанк выдал ещё 1,8 миллиарда нафтогаза в Украине для текущего баланса. Значит, долги никто возвращать не хочет. Мы взяли на себя огромную ответственность. Сейчас договорились почти обо всём. И о цене, и о порядке уплаты. Хочу подчеркнуть, что в соответствии с контрактом Газпром совершенно в рамках действующей договорённости перешёл на предоплату. То есть мы будем поставлять столько газа, сколько нам заплатят вперёд. Обычный расчёт такой. Мы сначала поставили, а потом через месяц они заплатили. Но поскольку они не платят, мы уже так больше не можем. Мы сказали, это в соответствии с контрактом. Сначала плата, потом поставка. Все с этим тоже согласились. И наши украинские партнёры согласились. И европейцы признали из Еврокомиссии, что это справедливо. Надо заплатить нам долги и перейти на предоплату. Что нам говорят наши украинские друзья? И МВФ, и Еврокомиссия это подтверждают. В Украине есть сейчас 3,1 миллиарда долларов для того, чтобы заплатить нам долги. Не все 4,5, а 3,1. И в принципе мы могли бы встать в позу и сказать, нет, только платите все. Мне пришлось надавить на «Газпром». Я прошу прощения перед акционерами, в том числе иностранными акционерами. И попросить «Газпром» не настаивать на этих деньгах. Сказать, пускай их заплатят хотя бы 3,5. А потом будете с ними дальше разбираться и спорить по разнице. Ну так вот, у них есть 3,5, и нам говорят, либо мы заплатим долги, и то не все, а только 3,5, и тогда мы не сможем платить, работать в режиме предоплаты. Или мы будем предоплачивать нужные нам объемы, но тогда не сможем заплатить долги. И тогда просим растянуть выплату долгов до марта или апреля. Что это означает для нас? Я с полной уверенностью могу сказать, если мы так сделаем, нам за последний месяц точно не заплатят. И скажут, все, привет, горячий. Мы там много раз это проходили. Поэтому мы сказали, нет, мы больше так делать не будем. Что нам предложил, и это публично было сказано господином Эттингером, что нам предложила Еврокомиссия? Чтобы мы за счёт оплаты будущего транзита кредитовали опять наших украинских партнёров. Это опять кредит с нашей стороны. Или давали бы без предоплаты. Это тоже товарный в данном случае кредит. Мы сказали нашим друзьям и в Украине, и в Еврокомиссии, мы так делать больше не будем. Общий объём кредитных ресурсов, которые мы передали Украине, около 11 миллиардов долларов. В январе Украина должна получить очередной транш МВФ – 3 миллиарда. И мы сказали, ну слушайте, мы все знаем, что в январе Украина получит, но мы хотим, чтобы они получили. Давайте перенесём этот кредит с января на декабрь. И всё. Ответ – нет, это невозможно, потому что у МВФ очень сложная процедура принятия решения. Тогда я сказал, ладно, хорошо, давайте тогда предоставьте бридж-кредит для Украины на месяц. Все же знают, что в январе получат. Ответ – мы не можем пока в Евросоюзе принять, в Еврокомиссии принять такое решение. Это сложная процедура выдачи кредитов. Я сказал, ладно, хорошо, тогда дайте нам гарантию первоклассного европейского банка. Но это сложный процесс, пока нет. Вы знаете, у нас и в России, и в Украине одна ментальность, а в Европе немножко другая. У нас, если мужчина девушку приглашает в ресторан, он, как правило, за неё платит. А у вас там всё, как это называется, по гамбургскому счёту, каждый должен платить за себя. Но в данном случае это другая ситуация. Значит, Евросоюз предложил ассоциацию с Украиной, взял на себя определённую ответственность. Ну, помогите Украине, хотя бы на месяц сдайте бридж-кредит. Ну, на месяц. Мы разговариваем очень профессионально и очень доброжелательно с нашими партнёрами и в Украине, и в Еврокомиссии. Мы взяли на себя огромную ответственность и риски. Считаем абсолютно справедливым, чтобы эти риски были с нами поделены и нашими европейскими или американскими партнёрами. Чего они там обижают Украину какими-то подачками, 40 миллионов, на что непонятно. Значит, пусть дадут хотя бы полтора миллиарда, на месяц пускай дадут. Ну, я очень рассчитываю на то, что эта проблема в самое ближайшее время, на следующей неделе, будет окончательно решена. И если это так, то, конечно, никаких угроз нет и быть не может. Если этого не произойдёт, то, конечно, существует угроза опять несанкционированного отбора нашего газа из экспортной трубы. И тогда, конечно, возможны кризисы. Нам бы очень этого не хотелось, но Россия никогда не будет причиной какого-либо кризиса. Мы аккуратно и в срок, в соответствии со всеми контрактными обязательствами, будем исполнять все условия поставок. Вот здесь начальство сидит. Пожалуйста, можно я? Господин президент, я очень рад вас видеть. Меня зовут Питер Лавел. Я бы хотел сказать вопрос от СМИ, потому что все были вопросы очень интересные. Мы говорили о многих темах, которые сегодня затронулись в течение дней. Но я бы хотел поговорить об имидже в мире. Я американец, и по акценту это можно понять. Здесь много американцев присутствует. Вы, может быть, самый демонизированный политик в время сейчас. И сейчас показывается очень много уровней незнаний, отсутствия, невозможность говорить, устанавливать нужные контакты. С другой стороны, если мы посмотрим глобально, вы, может быть, один из самых популярных лидеров в современной истории. И я бы даже продолжил, что вы смотрите со стороны, из еврозоны, из Америки. На вас смотрят как человека, как лицо, как спасителя, как глобального человека, который сохраняет ситуацию. Как бы вы могли характеризоваться? Вы знаете, я хочу быть правильно понятым, чтобы, если я провожу какие-то исторические экскурсы, никто не говорил, что я себя с кем-то сравниваю, а то начнут себя передёргивать. Но когда-то, когда Бисмарк появился на международной европейской арене, про него сказали. Он опасный человек, он говорит то, что думает. Я тоже всегда стараюсь говорить то, что думаю, чтобы разговор наш был более конкретным и более эффективным всегда. Может быть, это и является вещью такой привлекательной, во-первых. А во-вторых, это ещё и многим импонирует, потому что немногие могут себе так позволить. Но Россия может. Справедливость наступила. Николай Злобин, Центр глобальных интересов Вашингтон. Владимир Владимирович, фамилия у вас недобрая какая-то. Ну, вы знаете, да, героя телевизионного, доктор Ивол? Вот меня так жена называют иногда. Вот жена-то у вас какая. Молодец. Ну, всё же в контрастах, Владимир Владимирович, весь интерес. Вы только что об этом сказали. Да. Вот. А вы меня немножко сегодня удивили, потому что, честно говоря, я ожидал гораздо более резких оценок от вас в вашем выступлении. Вы тоже немножко так дипломатично. У меня фамилия-то в отличие от вас такая. Она как бы показывает, что мы двигаемся куда-то, понимаете? А вот сейчас я хочу как раз насчёт, куда я и хочу выяснить. Кстати говоря, вот я заметил, вы знаете, вот как вы описывали современный мир, я, в принципе, с этим согласен. Вот несправедливость, монополия на власть, попытки давления, манипуляции, пропаганда. Вот очень часто в Вашингтоне, где я живу, именно так описывается российская политическая жизнь. Вот примерно такой же картина. Это просто, чтобы вы понимали противоположную точку зрения. Но вопрос у меня даже не об этом. Вопрос у меня о том, я вот 11 сентября 2001 года, я был в Америке. Я наблюдал, как менялась Америка после этого дня. Она стала другой. Она стала более ожесточённой. Упал уровень толерантности. Резко вырос рейтинг президента. Все стали огромными патриотами. А Америка стала вести себя агрессивно во внешней политике и закрываться от мира. И вот я, скажите мне, я, наверное, не прав, убедите меня, но мне кажется, что Россия сейчас начинает повторять американские ошибки. Ваш рейтинг очень высок, это здорово. Но вот этот фантастический патриотизм, который сегодня есть в стране, он, на мой взгляд, начал распадаться на так называемый правильный патриотизм и неправильный патриотизм. Патриотизм правильный – это те, кто вас поддерживает, и всё, что вы делаете, поддерживает. А неправильный – это люди, которые имеют наглость вас критиковать, например, или с чем-то не соглашаться. Некоторый патриотизм стал выражаться, на мой взгляд, в очень опасном национализме, который в России очень резко растёт, на мой взгляд. И одновременно вот с одним тезисом вашего выступления я попробую поспорить. Мне кажется, Россия стала более закрыта для мира в последнее время. И не только потому, что мир закрывает Россию, но и потому, что Россия начала что-то делать, закрываясь от мира. Какие-то обменные программы образовательные были отменены, какие-то НКО были отрезаны от финансирования, хотя они не занимались политикой. Поиск иностранных агентов, регистрация двойного гражданства. Много чего я могу здесь вспомнить. Вещи, которые, на мой взгляд, свидетельствуют определённые тенденции. И мне казалось, что чем больше России интегрировано в мир, а мир в Россию, тем безопасней. А вот мне сейчас кажется, что вы приняли другое решение. Чем меньше России интегрировано в мир, российское общество, гражданское общество и так далее, тем Россия будет чувствовать себя безопаснее. Вот Америка после 11 сентября на протяжении многих лет доказала мне, я там жил, что в ней стало меньше демократии. Вот у меня сейчас такое впечатление, что в России становится меньше демократии. Вот если я не прав, то покажите мне, в чём я не прав. Спасибо. П. Первое, по поводу того, закрывается Россия или не закрывается. Я уже говорил в выступлении своём, и хочу ещё раз повторить. Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. То, что Россию пытаются как бы закрыть, изолировать, ну это же факт, чего там говорить-то. Всё об этом говорит. Публично же об этом говорят ваши лидеры, что мы Россию накажем, она за это дорого заплатит, что она будет изгоем и так далее, и так далее. Но как будут с таким изгоем решать глобальные проблемы, непонятно. И сами, видимо, понимают, что это невозможно. Поэтому я хочу подтвердить ещё раз, что мы не собираемся закрываться. Нет такой задачи. И более того, я считаю, что это вредно. А тем, кто пытается это сделать, могу сказать, что это бесполезно. Но невозможно. В современном мире ещё там 40-50 лет назад, наверное, это возможно было, но сейчас невозможно. Это всё потерпит, безусловно, неудачу, такие попытки. И чем быстрее наши коллеги это осознают, тем лучше. Что же касается роста патриотизма, и вы сравнили это с Соединёнными Штатами, ну да, конечно, есть это. Ведь почему это в Штатах произошло? Почему это происходит у нас? Причина одна и та же. Люди почувствовали опасность. Они почувствовали себя в опасности. В США после 11 сентября люди почувствовали, что они не защищены. И это сплотило их вокруг руководства страны. А руководство страны должно было адекватно этому уровню доверия отреагировать. Не думаю, что всё было сделано корректно. И вот сейчас сколько времени прошло после введения войск в Афганистан, сколько потерь. Сейчас коалиция собирается выходить, а что там дальше будет, непонятно. Понимаете? Это такая сложная вещь. Но, тем не менее, вот так реагировали. Это первое. А второе, что касается различных НКО и так далее, это совершенно не закрытие страны. Почему вы так решили? Это самозащита. Не мы же приняли закон об иностранных агентах. Это в Штатах, где вы сейчас живёте, такой закон был принят. Да, мне говорят, это было принято тогда, в 30-х годах, для защиты от нацизма и пропаганды. А чего же не отменили до сих пор? Не отменили же. Более того, я же приводил эти примеры. Даже некоторых участников политической деятельности вызывают и в рамках этого закона допрашивают в определённых структурах американских. Он функционирует. Мы ведь не закрываем НКО, которые работают, допустим, с Соединёнными Штатами или сидят на их грантах. Если речь идёт о гуманитарной сфере, если речь идёт о вопросах образования, здравоохранения, Вы сказали, что закрыты были какие-то образовательные программы. Да нет. Ну как нет? Вот сейчас только правительство объявило о реализации одной из таких программ. Я не знаю, может быть, связано с какими-то там бюджетными ограничениями, не более того. Значит, мы приглашаем к себе преподавателей в ведущие наши вузы. Даже на Дальний Восток, вот сколько там преподавателей приезжают сейчас, во всех вузах у нас работают. Мы внедряем в систему так называемых мегагрантов, когда ведущие учёные и преподаватели из различных университетов мира, в том числе и из Соединённых Штатов, приезжают и работают у нас месяцами, по полгода и больше, формируют здесь научные коллективы, трудятся. Мы против того, чтобы политическая деятельность внутри России финансировалась до рубежа. А разве у Вас в США это разрешено? Что? Слышите, да у Вас там к избирательным участкам близко наблюдателей не подпускают, прокурор пугает их тюрьмой, наблюдателей этих, гоняют их, в том числе представителей ОБСЕ. А Вы нам рассказываете про демократию. Значит, вот один из лидеров, бывших лидеров Европы мне сказал, какая демократия в США? Там без миллиарда или нескольких миллиардов невозможно даже подумать о участии в выборах. Ну и чего это за демократия такая? И потом у Вас выборы главы государства происходят через систему выборщиков, а у Вас прямая демократия. То есть здесь, когда мы говорим об этом, и более того, тоже об этом много раз говорил, Вы знаете, Конституция так устроена, что количество выборщиков, проголосовавших за кандидата, может быть больше, а стоящее за ним количество избирателей меньше. Получается, что президент избран меньшим числом избирателей. Есть что, демократия, что ли? Что такое демократия? Это власть народа. Где здесь власть народа? Да нет там ни шиша никакой власти народа. А Вы пытаетесь нас убедить в том, что у нас нет. У нас есть точные изъяны. Они носят системный характер. Они, безусловно, многие достались из прошлого. И мы многое должны изменить в нашей жизни. Мы постепенно это делаем, но не с помощью революции, и достаточно было, я уже сказал, в XX веке, мы и наелись уже, а с помощью эволюции. Я знаю про критику, связанную с системой отбора через местные органы власти и так далее. Но это практика, применяемая в очень многих странах, которые Вы не считаете недемократическими. Мы прислушиваемся, мы стараемся настроить эту систему. У нас нет желания вернуться к тоталитарному прошлому. И не потому, что мы чего-то боимся в этом возврате, а потому, что я глубоко убеждён, и российское общество, самое главное, глубоко убеждено, что это тупиковый путь развития. Но эти инструменты демократии, которые очень разнятся на самом деле, они должны соответствовать сегодняшнему уровню развития общества. Ну вот провели выборы в Афганистане. Дай Бог здоровья этим людям. Ваш госсекретарь приехал там, руководит выборным процессом, говорит, что надо сделать в ходе подсчёта голосов. Чушь какая-то. Слушайте, это что, демократия, что ли? Я помню, как мне приводили в пример Афганистан как образец демократии, который там наступил. Но это же просто смешно или нет? Смешно было бы, если бы не было так печально. Поэтому мы готовы вести диалог и готовы вносить изменения. Вот вы сказали по НКО, там многих зачехлили, как у нас говорят, которые не занимались политикой. Это ошибка, и точно, совершенно это надо исправить. Национализм, патриотизм может перевести национализм. Это опасная тенденция, если я не могу с вами не согласиться. И в принципе мы должны, конечно, это иметь в виду и сделать всё, чтобы этого не случилось. Это опасно для страны. Самое большое националистство в России – это я. Но самый правильный национализм – это выстраивание действий и политики таким образом, чтобы это пошло на благо народу. А если под национализм понимается нетерпимость к другим людям, к шовинизм, это будет разрушать нашу страну, которая изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Это не только тупиковый путь, это путь к саморазрушению. Россия сделает всё, чтобы этого не случилось. Благодарю вас. Боюсь, что нам придётся завершить нашу дискуссию. Извиняюсь перед всеми теми, которые не смогли задать вопрос. Президент Путин, на самом деле, ответил на большое количество вопросов. Благодарю вас, господин президент. Благодарю всех представителей в президиуме. Доминик Девельпен, Вольган Шусель, Андрей Быстрицкий. Благодарю вас всех. Вы проделали огромную прекрасную работу. Благодарю вас всех за то, что вы приняли участие в заключительном сессии «Балдайского клуба». Благодарю вас. Благодарю вас.